Йоу-йоу-йоу, это самый челябинский подкаст о фронтенде. Погнали. Всем привет, пацаны, это YouWebDesign и подкаст «Фронтенд юность», представляешь? Я стараюсь говорить очень чётко, чтобы вдруг люди, которые первый раз слышат слова «фронтенд» и «юность» вместе, понимаешь, обычно это старые же люди занимаются фронтендом, правильно? Вот, то, короче, дети, да, дети, старики, инвалиды, беременные женщины, всё сегодня будет в этом подкасте. Сегодня у нас в гостях, то есть у нас с тобой, Саня. Вот я, честно, даже не знаю, кто у кого в гостях, как это называть. Ну, вы все у меня сидите в гостях, по крайней мере, судя по тому, как вы натоптали. Ну да, физически мы здесь, мы ещё передаём один микрофон друг другу с Никитой, мы как те чуваки с глам-рока, которые спинами прислоняются и на гитарах играют рядом. Да, да. Короче, так вот, у нас в гостях сегодня «фронтенд-юность», то есть Алексей, Алексей из «фронтенд-юности», не вся «фронтенд-юность», потому что в мою нано-квартиру не поместится вся, особенно же из женщины. Челябинск не вывезет всю «фронтенд-юность» просто. Да, да. Давайте дадим слово сразу же Лёше, наверное, пусть он скажет, кто он вообще такой, чё, как, как сам. С вами сначала ваши постоянные ведущие, Александр Гончаров. Да, Никита Тарасов и... Алексей Хлебаев. Ну и как сам, давай. Да вообще охуенно. Блин. Так. Да, в общем-то... Лучше поближе держи микрофон, братан, иначе про «фронтенд-юность» никто не узнает. Короче. На самом деле, давай так, смотри, давай так. Ты тоже записываешь какой-то подкаст, правильно? Да, мы пишем самый шикарный, самый непродажный, самый честный подкаст о «фронтенде». И вы каким-то образом... Каким-то образом вы напиздели уже прямо сейчас, да, вы честные? Я хотел сказать другое. Давай я тебе скажу в лицо. Так. Давай, спрашивай. Давай. Ты на бой, да, меня вызвал? Короче. Первый вопрос. Первый самый вопрос. Вот нам вообще про вас кто-то сказал, типа из подписчика. А, чуваки, есть подкаст «фронтенд-юность», они там что-то про вас сказали. Мы такие, ну окей, скиньте, типа, что сказали. Что-то нам скинули, что-то мы послушали. Ну и вы там, ну там как вот пацаны из «Ювеб-дизайн», там, что-то там. Что-то, я даже вот не знаю, вообще, как часто вы там что-то про нас говорили или нет? Ну, мы постоянно говорим, что мы у вас стиль пиздим. И что, в принципе, практически все слушали или слушают ваш подкаст. То есть вот из четверых нас только один не слушает ваш подкаст. Это какой? Какой из них? А вот тот. Тот самый? С кахалком. Да. Белой рубашки, да. Ну все, я тебя понял. Короче, цель найдена, пацаны. На самом деле, не пугайтесь, все, кто нас слушает обычно, не пугайтесь тому, что у нас сейчас полное странное происходит вообще что-то. У нас будут обычные темы, стандартные. Их будет немного сегодня. Ну, классические, которые мы смотрим, там, разработка. У нас разработка вообще есть? Да у нас сегодня что-то такое обтекаемое. Я даже это по рубрикам не разбивал. У нас просто сегодня темки. Как старые добрые времена, когда мы по 40 минут записывали выпуски. Но здесь опять будет блиц на 3,5 часа, поэтому тут да. Да-да-да, то есть, короче, будут стандартные несколько темок, минут на 40, наверное. А потом, и, возможно, между ними будут какие-то вопросы тебе, то есть, в смысле, фронтенд юности, конкретно Лёше, и нам какие-то от него вопросы. Мы немножко поотвечаем, поржем, наверное, или не поржем. Может, грустно будет, сидеть будем, грустно. Вот, хрен его знает. Вот, поэтому, давай, что нам еще нужно? Нам надо спонсора, может, сразу сказать? Сразу скажем, и больше не забудем про него. Козел? Светлая? Козел светлая, да. Зеленая, смешанная. Как это называется? Рифленая, рафленая? В общем, суть в том, что есть такой хостинг smartape.ru, и они помогают вообще нам по жизни. Всем помогают. Конечно. Нам особенно. Вот, все правильно. Ему, видимо, мимо нас занесли, потому что... Да, и webdesign.ru slash smartape, там есть наша реферальная ссылка, там можно все вообще виды хостинга оплатить, безлимитный, VPS, прям сервак себе в стойку арендовать, можно свой сервак к ним в стойку принести, заплатить за аренду места просто интернета, сказать, мне нужен гигабит, и вот, да. А реакт, он работает? Кто? Реакт. Ред? Реакт. А, реакт, нет. А, реакт, реакт, нет. Они не подстроились, да, только предыдущий стандарт еще, первый ангуляр только, второй уже тоже не тянут, как бы вот. А вообще, ты вот, Алексей, скажи, у вас какой хостинг главный? Вообще, вот, если хостинг, то какой? Блиц у нас. Smartape. Вот, вот это правильно, правильный ответ. У нас просто нет спонсора, это наоборот. Окей, ну мы... Я этого тоже рекламирую. Ты скажи честно, что мы тебя не заставили это сказать. Ну, на самом деле, ну, на работе у нас нету сервера, потому что... Ну, а так Smartape, а так Smartape. Да, Smartape, конечно. Хорошо, давай. Так как мы находимся, наверное, на территории двух подкастов сразу, наверное, и на нашем, и на вашем, не знаю, где эта запись будет лежать конкретно. Нейтральная зона. Но допустим, да, допустим, что мы сейчас для наших слушателей будем все-таки задавать вопрос сначала Алексею, чтобы понять вообще, кто он такой. На каком-нибудь бьюти-блог канале должны его выложить, чтобы как-то на нейтральной территории это было. Я хотел тебе обратку кинуть. Спросили, что мы о вас говорили, а я, соответственно... Что мы о вас говорили? На него мы тоже же ответили, опять мы спрашиваем. А в смысле, реально пришла идея, вот нас слушали и сделать, типа, свой подкаст или что? Как это было вообще? Так я поехал в Челябинск... А, это другое, это почему я сейчас... Я приехал в Челябинск, поэтому я сейчас здесь, да? Нет, это мы догадались. А в смысле вообще весь фронт-энд юность? Короче, нам хоть... А, нам не нравились все остальные подкасты, кроме вашего, но ваш подкаст, он не про фронт-энд. Балдёж, балдёж. И плюс у вас на 2 часа или на 3, это пиздец, невозможно слушать. Ну, в смысле, устаёшь. Хотя мне в другом подкасте написали, что у тебя нету кнопки стоп, а потом плей, типа, на следующий день послушаешь. Но это, типа, не катит, я считаю. Я ваш час всё равно 2 дня слушал. Поэтому, как бы, в любом случае всё тяжело слушать, если это больше 3 минут. И, соответственно, да, хотелось сделать как вы, хотелось повеселей, и главное, говорить больше про людей, и какие-то свои оценочные мнения, и меньше вот этого табуированного дерьма. Когда, вот, вышел стандарт, что, типа, там в нём сказали. Почему табуированный, я не понял. Ну, в смысле, если, например, все обсуждают какого-то фронтендера, и все говорят, что он жирный, но выпускают подкасты, говорят, отличный фронтендер, хотя все... Хотя он жирный. Хотя он жирный. Это вообще плохо, да, типа? Ну, в смысле, прикольно говорить то, что у всех, ну, то, что все обсуждают. Я тебя понял, я тебя понял. То есть, вы сорваете покровы, как и мы, практически. Да, я понял тебя. Есть, давай сразу начнём, я хочу горячие вопросы от тебя. Сразу же, Саня. Вопрос-то я не задал. Давай, давай, давай. Короче, мы свой упоротый стиль у вас пиздили, а у вас-то, почему вы такие упоротые? А вообще, вот, нас часто спрашивают, когда всё начнётся, я уже не помню. Вот честно, я даже не помню, почему вообще всё это происходит. Почему мы решили собраться первый раз? Почему я ролик про Атом тогда записал? Это, может, даже не про подкаст. Я вот смотрел, как ты по телефону разговаривал, ты и в жизни такой же. А, ну, это... В смысле, когда ты наркотики покупал, почему ты такой упоротый? Да, я тоже не понял, на самом деле. Но мне кажется, что просто мы как бы весёлые люди, понимаешь? Очень сложно быть позитивным вообще вот в таком ключе подкастов. И мы стараемся. Это обратная психология. В сером Челябинске приходится выживать. Ну, слушай, я бы вообще не сказал, что я весёлый. То есть вот обычно классически все, кто слушают подкаст, а потом в жизни как-то пересекаются, типа, а чё ты такой вообще? Ну и как бы это я ни хрена не... Вот Никита, да, он весёлый. Он ещё в университете, в КВН ходил там и так далее. У него это профессиональное практически. А я просто, я заряжаюсь эмоциями. Я поэтому и тянусь к таким людям. Энергетический вампир. Да, я, да, я энергетический вампир. Я домой прихожу, я всё равно чернее туч. Ну, кстати, наш любимый вопрос, я его не готовил, но вы верите в гороскопы? Нет. Не, ну я... Вы же на каком пропишите? Не, ну на самом деле, мне кажется, это говно. Вопрос давай дальше. Смотри, смотри. Давай, короче, мы не будем сильно заваливать нас вопросами, потому что у нас это тоже есть. И первый вопрос, а мы уже на четвёртом вопросе. Хорошо, я тебя понял. Нам просто интересно, почему ты сейчас в Челябинске, так как мы все сидим на одной кухне. Почему ты сейчас в Челябинске? Вроде как ты типа ехал в Екатеринбург, как я понимаю. Не, я ехал в Челябинск. У меня подруга из Челябинска. Но я типа мимо Еката поехал, потому что в Челябинске нехер делать 7 дней. А подруга тоже фронтендер? Нет. Она фоточками занимается. А какая разница, где нехер делать 7 дней, если здесь подруга? Ты всё равно от неё... Ну я, короче, в Екат тогда. Или ты с ней там... А-а-а, ей тоже в Екате больше нравится. Ну понятно. Как тебе смог? Как тебе смог Челябинский, да? Да шикарный смог дома спал. Ты смог тогда тогда с подругой, да? Ну ладно, хорошо, я тебя понял. Нет, подожди. А фактически чувствуешь ты его или нет? Я на такси тут всё время езжу. Ну а вот мнения разделяются. Вот есть люди... Вот у нас есть наш знакомый, который здесь жил 15 лет с перерывами на Ирландию. И сейчас он в Москве, и он приезжает, говорит, я не могу вообще, я останавливаюсь за городом для того, чтобы это всё не видеть. И когда он к нам в центр в какой-нибудь бар на такси приезжает, он всё... А-а-а, нет, а-а, не могу жить, не могу дышать. Может, он хочет рассказать, что он из Ирландии? Да ну нет, он как бы не оттуда, он там просто учился, поэтому это... Это странно. Но вот большинство людей говорят... Вот, даже вот сестра, например, моя, да? Вот я приехал из отпуска, не могу вообще жить в Челябинск, если видос там смог. Что? Как? Я вот... Откуда бы я не прилетал, никогда у меня не было ощущения, что я приехал и дыхнуть, не дыхнуть, не пёрнуть, как говорится. У тебя, Никита, как? Ну, зубы у меня не выпадали ещё. У вас все зубы? Это временно. У нас все искусственные. У нас словные в Челябинске, я не знаю. Но нет, у меня просто интересно, почему именно... То есть именно в Челябинске самые красивые девушки получаются. Я делаю такой вывод. Из того, что ты приехал сюда к подруге. Да. Ну вот и всё. А чё? Чё ещё? Зачёшь, как кажется, какой смог? Смог, не смог. Девушки, это самое главное. Короче, окей. Это мы сказали. Смотри, у меня есть супер вопрос. Написано. Это мне написали этот вопрос. Написано. Что слушают настоящие джесс-зайки? Блин, а давайте мне его попозже задашь, и будут тебе отвечать вопросом на вопрос, чтобы типа в одной теме было. А знаешь, что вопросом на вопрос отвечает хуесос. Ну да, ладно, окей, давай попозже. Я вот на тот отвечу. А, ну давай на тот, хорошо. Я правда уже запутался, какой и кто. А чё вы вообще в Челябинске забыли? Вы типа уже... Мы родились тут, брата. Ну в смысле, вы знаете английский? Или как у вас там акцент? Не смог вас пародировать. Короче, знаете... Типа знаете... А вы знаете английский, кстати? Нет, на самом деле нет. Вы типа с акцентом говорите в подкасте всё время, но все думают типа, что вы знаете. Но, видишь, суть в том, что это не акцент, это я просто картавлю. Вот. Для этого не надо знать английский, чтобы картавить. Я тебе просто расскажу по секрету. Короче, вопрос, почему вы не уезжаете? Чё вы забыли здесь? Ну, типа мы тут родились, как бы живём, у нас тут родные. А возможности? Возможности у нас есть. Нет. В смысле, что когда вы уедете, возможности больше будут. А, ты про это? Вы говорите, что здесь женщина симпатичная. Да, конечно. Так забирай и езжай в Ирландию. Ну, понимаешь, она там станет сразу не симпатична. Ты понимаешь, только в Челябинске они именно такие красивые. То есть можно поехать типа со своей, и она здесь станет симпатичной. Ну, она в Ирландии уже не такая будет. Вот я серьёзно говорю, ты попробуй, просто забери её сейчас вот в Питер. А если бы тебе Эри Келлет написал, что типа я тебя жду в Калифорнии, хочу типа вместе писать видео. Он мне написал. Я говорю, приезжай сюда. С женой своей, да? Да, да. А у него собаки? Мне кажется, собаки у Криса Коэра. Но это очень сложно сейчас будет кому-то вообще в принципе вспомнить и воспроизвести, кто эти люди. Ну, кроме Криса Коэра, наверное, Криса Коэра все знают. Даже во фронт-энд юности. Слушатели фронт-энд юности знают, кто такой Крис Коэр. Я думаю, да? Хуй знает. Нет? Нет. Ну, он же супер фронт-эндовый чувак. Ну, он больше про UX, а у нас типа, ну, фронт-энд уже сейчас это больше JS. У вас устаревшая информация. У него на CSS Tricks Сара Драстнер, например, пишет, она про Vue.js. Она же не Дрейзнер. Вот. И у неё нормально всё вообще. То есть она прям пишет. Последняя была даже как раз про сервер-лес CMS, если угодно, на Vue.js. Ой, это жёстко. Ну и тем не менее, она прям могёт. А чё за вопрос про Зайк? Что слушают настоящие JS Зайки? Музыку какую? Вы женщины? Нет, вы. А мы цель фронт-энд юности. Вы JS Зайки? Да рэп. Я думал, ты про подкасты скажешь, что ты просто какой-то рэп назвал. Нет, я имел в виду музыку. Витя Ака. Нет, ты серьёзно сейчас. Нет, но... Так, переписываем. Да нет, остань. Мы всегда делаем отбивки в выпусках. И мы думали, у Азина три топора попросить рекламу, и никто бы не догадался. Это был долгий план, мы специально рэп постоянно вставляли. Но что-то пацаны посчитали, что это за шквар. А вы, кстати, как считаете, если бы Азина три топора вместо смарт-тейпа предложили бы рекламу, а денег в 10 раз больше? Я думаю, что, значит, скорее всего, вам пришлось бы платить Витя Ака лично, чтобы поставить его трех Азина три топора в своём подкасте. Вряд ли он бы у вас купил рекламу. Тем более, ну, у нас... Нет, смотри. Айтишники, они богатые. Соответственно, если мало прослушивания, это не так плохо, потому что все чуваки платежеспособные, которые слушают. Поэтому можно... Мы тоже изначально так думали. Это ложь. Что, ваши наклейки за тысячу рублей никто не покупает, да? К сожалению, нет. Но я знаю, что в Radio IT, в соседнем подкасте... В той комнате. Да, в той комнате, где они записывают, у них была реклама Азина три топора. И я не знаю, вот насколько это вообще... Что-то там состоялось у кого-то. С удовольствием. Азина три топора, пишите. Мы готовы. Только не вместо Smart Tape, а вместе со Smart Tape. И ещё желательно вместе с Always какими-нибудь. Было бы прикольно, если бы по вашей реферальной ссылке Азина три топора стала бы хоститься у Smart Tape. Это многоходовочка. Тогда бы мы точно в Орландию уже уехали, и всё. Потому что зачем здесь оставаться после... Но ты всё равно... Аааа, потому что женщина. Я просто не услышал ответ на вопрос, почему Челябинск, но потом вспомнил. А нужно чётко, я должен говорить, женщина. А потом типа уже разворачивать. Да, можно же ничего вообще не разворачивать. Да не надо только разворачивать. Не надо только разворачивать, да, здесь. Я сам предлагал раздеваться ещё. Что ещё у нас есть? А типа для слушателей ты нормальный, да? А за кадром типа раздевайся, нормально. В смысле? Такого не было, он врёт. У нас есть ещё вопрос, знаешь какой? Какое у тебя образование? Шестой вопрос в нашем списке. Я могу типа сказать, я поэтому здесь, я металлург по образованию. То есть ты должен не рэп слушать, получается? А что металлурги слушать? А, black metal. Цвет метал. Я не знаю. Ну окей, хорошо. Ты металлург по образованию, соответственно, у тебя есть один из классов хотя бы? Магистр я, ёпта. Ты магистр? Йода почти. Вот. Мы уже познакомились, читай. Подожди, то есть тебе больше лет, чем нам? Ну, 28. Ну да. На годик. Больше, больше. На 5 лет. Короче, смотри. Получается. Ну, в подкасте я ребёнок, а вы магистры. Ну, это понятно. Мы подростки пока трудные. У нас трудный возраст. Нас один и три топора ещё не покупают ничего, но мы надеемся. Смотри. Прикольно, да? Быть зашкварным подкастом, и поэтому можно брать зашкварную рекламу, и никто типа не скажет, что вы говно сделали. Это не про нас. Я тебе могу сказать, что я думаю, что металлурги получают же больше, чем фронтендеры. Думаю, нет. Как? Так? У них же есть металл, огромные заводы и миллионы денег. Не, ну, возможно, в мире какие-то... В России. Нет. Ну, в России вообще... То есть, если я сейчас возьму успешного металлурга и успешного фронтендера, поставлю их рядом... Сейчас где-то один дерипаска взгрустнул с русалом со своим. Да. С этой, с рыбкой. С русалом. С русалкой, да, говори. Ну, то есть, ты считаешь, что все-таки фронтенд более в России, это более такая тема... Ну, у меня была проблема в том, что я не мог устроиться по работе по металлургии на третьем курсе никуда. И я искал работу, мне нужны были... Сука, Леха, ты говоришь взад микрофоном. Буква Б на тебя должна смотреть. Ну, я надеюсь, там было хотя бы что-то слышно, но сейчас будет еще четче. Металлургии обычно взад микрофоном. Говорят, это нормально. Так я же фронтендер. А, а почему... Ну, так мы ходим, типа, в бэкендер. Ты, по идее, тогда как бэкендер должен... Ну, окей. Так, нет. Фронтенд, он ходит за данными в бэкенд. Так? Ну, вот. Это ты нам скажи, мы не знаем. Кто там куда ходит у вас? Ты на экзамен. Это отхожее место у вас. Хорошо, я тебя понял. Значит, окей. Что-то вы меня посередине мысли оборвали, я забыл. Значит, все, кто нас слушает сейчас какие-нибудь чуваки, типа, металлургов там, возможно... А, вот, я хотел сказать, что я не смог найти работу по профессии, и в итоге мне предложили работу контент-менеджером. Хоть на какие-то деньги, там было 14 тысяч, по-моему. И, типа, с этого я стал расти, там, сначала контент-менеджер, потом веб-мастер, потом ПХП на Битрексе, потом, типа, фронтендер в такой странной компании, а потом уже, типа, в нормальной. Окей, я тебя понял. И сейчас ты уже не собираешься, естественно, возвращаться к металлургии и ко всему этому? Если сейчас скажут, чувак... Мне не было интересно в институте, то есть, нет смысла. А где ты на металлургов-то, в Питере отучился? Да, Санкт-Петербургский политехнический. А кто тебя заставил туда идти? Результаты Олимпиады. Ну, в смысле... Тебе было неинтересно, потому что ты просто, ты мог сам вагоны отгружать один. Че ты мне ваши институты? Я олимпийский чемпион. Наоборот. Чтобы поступить на какой-то факультет, нужно было сдавать Олимпиаду. Ну, это так называлось. То есть, до официальных экзаменов можно было каких-то до экзаменов поучаствовать. И, соответственно, тот факультет, который хотел поступить, он назывался... Короче, что-то там с информатикой связано. Это не смог поступить, мне баллов не хватило. Потому что был хайповый, там типа инновации, вся херня. И в итоге мне сказали, что вот на металлургию легко можно поступить. А у меня была идея фикс поступить на бесплатное. Ну, вот я поступил. Еще в универе тут хотел. Идея фикс прайс. Окей, давай тогда вернемся обратно к фронт-энд юности. Смотри, ваш подкаст. У него есть, во-первых, логотип. Нам было очень интересно, почему Ленин. Ну, то есть, я предполагаю, наверное, метафору. Типа юность, пионеры, Ленин. Наверное, есть какая-то тема. Ну, песня типа Ленин такой молодой. И красный октябрь впереди. Юный октябрь впереди. Да, даже юный. Вот, хорошо. А в юность, мне кажется, много где еще звучит? Или что? Ну, первая ассоциация. Как надо? Это металлург настоящий. Вот тебе юность говорит, и хоп, о, Ленин. Причем с клубничкой здесь. Ну, классно, логотип, согласись, Сань. Или говно. Мы можем с точки зрения UX рассмотреть. Вот Ленин, да, он попивает здесь. Видимо, смузи у себя в квартале. Дайте мне еще тоже. А, ты забыл, как у твоего логотипа выглядит? Ну, смысл, мне так-то... Держи. Да, давай. И здесь клубничка, наколотая. Во-первых, на пальцы, во-вторых, на стакан. И в стакане кодды. Предположительно, фронтендовый кодды. Хотя здесь открыто-закрытый тег. Такое дерьмо в реакте появилось. Но мы первое это сделали. Я снимаю шляпу. Я надеваю шляпу. Короче, смотри. Короче, это подкат к фронтенд-барышням. Ты такой подходишь на баре, говоришь. Я, типа, ведущий... Бля, я ведущий подкаста. И такой, вот это Ленин. Это, типа, песня такая. Вот это смузи. Это, типа, мы такие модные и богатые. Она уже отвалилась на этом моменте. Вот если бы ты сказал металлург, она бы такая, нихуяся металлург. Металлург. Вы посмотрите наш инстаграм. Точнее, твиттер. Ваш инстаграм? У нас есть фоточки, где мы... Голые? Склеили женщину с помощью этого логотипа. Склеили женщину с помощью логотипа. С помощью стикера. Вы можете с помощью наших стикеров склеивать женщину. Я могу вам напомнить. В прямом смысле этого слова. Да. Real talk. Окей, мы тебе верим, наверное. На самом деле, нет. У нас, кстати говоря, у нас вообще про девочек сегодня много вопросов. И мы двигаемся просто по списку. А, кстати, по поводу девочек. Как вы, по-моему, говорили там, что вы за харассмент. Но скажите. Мы не за харассмент. Такого не было. Такого не было. Уточните вопрос, Алексей. Но вы говорили, что вы не против, типа, эксплуатации женских поп в качестве превью для видео. Ну, не эксплуатации. Давай так. Для размещения. Для размещения. Эксплуатировать никто. Они же не рабыни какие-то, понимаешь? Просто размещение, да? Да. Ну, как? Есть попа? Есть. Её использовали для заставки. Её никто не использовал. Её просто поставили. Не, использовать, ну, понимаешь, ну, это такое громкое слово использовать. Да, да, поставили. Но и не мы поставили. То есть, взяли женщину попы и... Так. Взяли попы женщины и поставили. Ну, поставили, да. И ты считаешь, что это нормально? Я считаю, что это нормально. Я считаю. А мужскую, если? Солуетесь. Теперь ебитесь. Окей. Так вот. И у нас, кстати говоря, вопрос такой. Вообще, вот как ты считаешь, вообще бывают ли девочки настоящие разработчики? Вот такие, знаешь, как мужики. Такие, может быть, профессионалы. И к тому же, такие, знаешь, не сальные в свитерах, да? Вот красивые девочки-разработчики такие. У меня как раз есть коллега, которая мне припомнила эту фразу из одного из подкастов, где я сказал, что в среднем все женщины-программисты намного стремнее, чем, ну, обыкновенные. Чем мужики. Чем мужики-программисты. Ну, так. Кстати, это неправда. Почему? Ну, потому что мужики-программисты, они все, типа, стремные. Да нет, ты нормальный. Спасибо. Целуйтесь опять же. Хорошо. Короче, ответ на твой вопрос, что есть много симпатичных. Мои коллеги, все мои женщины-коллеги, чтобы они не обижались. Так. И Алена из нашего последнего выпуска. 41 выпуск, слушайте. Алена, да? Погоди секунду. Сейчас я еще чуть-чуть уточняю вопрос. Ты бы выбрал между девочкой-разработчиком, да? Или девочкой-металлургом все-таки? Просто у меня на потоке были симпатичные девочки. Вот, видишь так. Ну, наверное, программисты, да. Почему? То есть ты хочешь, чтобы он приходил, она сгорбленная сидит, значит. И за меня кодит. Она не будет ничего за тебя делать. У нее своих проблем много. А женский долг? Он другой немного. Вообще, это, конечно, все здорово, но все-таки в среднем стремнее. Я ничего не могу поделать. Идем дальше. Вы думаете, тоже по три часа потом у вас подкасты будут? Нет, никак. Так у нас основное отличие от вас, что подкаст час. Вас четверо, у вас базар просто. Вы перебиваете друг друга. Так в этом и фишка. Я же и тебя перебиваю. Я не заметил. Видимо, это только со стороны видней. Я с первого уже, с самого начала перебивал уже. Ну вот мы с Никитой как-то договорились, что мы будем интеллигентно по радио. То есть мы будем вот не перебивать друг друга. Потому что это зашквар, на самом деле. Тебе сразу звукорежиссер говорит, машет на тебя рукой просто, вот так тебе показывает, и все. У них просто такой формат, понимаешь, да. У них такой формат. Окей, то есть три часа у вас не будет никогда. Все. Ну, наверное, будет, если это будет обоснованно. Но я не знаю, что можно... За три часа теряется внимание слушателя. То есть почему пара делает там по 45 минут, а не по три часа? Можно же было сделать одну длинную пару и пошел на... Пару же по полтора часа делают. Ну, с перерывами. Ну, вообще-то убожество пара по полтора часа делать. Я считаю. А если у вас будет больше девочек в подкасте, у вас будет длиннее подкаст? Я считаю, нужно реформировать систему образования в России. Я тебя понял. На самом деле, дальше очень замечательный вопрос. Может быть, ты нам что-то задашь сейчас? Мы просто разомнемся. Да. А, во-первых, я уже вас готовил к этому вопросу. Я думаю, он как раз будет актуальный, учитывая то, что мы обсуждаем женщин. Я думал, мы не знакомы с тобой. Ну, окей, давай, хорошо. Ты готовил нас. Да, я вас готовил. Как вы считаете, с каким вашим выпуском связана популярность вашего подкаста в гей-сообществе? В гей-сообществе? Конечно, безусловно. Еще раз повторю. Там, где мы про Вадика Макеева говорили. Я думаю, с первого выпуска. И вот когда мы еще первый раз записали... Кстати, у меня есть второй вопрос. Когда я вас давно слушал, сквозь ваши подкасты шла радужная нить. А через некоторое время... Ну, долгое время я вас не слушал и стал слушать, и она пропала. Где? Смотря что ты называешь радужной нитью. Вы прямо прямым текстом говорили. Что? Я помню, когда вы обсуждали... Как создателя джава-скрипта зовут? Брэндон Айк. Что он был как раз нетолерантен. Вы как раз говорили, что опять радужная нить проходит, 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 а потом бац и перестал. У нас было такое выражение, что радужной нитью сквозь подкаст проходит. Я уже забыл. Просто мало кто знает... Вот, например, я наши подкасты забываю через 30 минут, после того, как мы его записали. И мы на следующий день... Нам пишут комментарии. Блин, прикольно вы там сказали про Петю. Так реально прикольно. Что-то мы про Петю говорили. Вот мне просто сразу из глаз долой, из сердца вон. Вообще никак это не откладывается. Поэтому я уже не помню никаких радужных нитей. Ну, там из выпуска выпуск был. Главное, чтобы выпука не было. Я тебя, в принципе, понял. Я тебя понял. Но, видимо, как-то оборвалась нить. Ты считаешь, надо, да, восстановить? Ну, да. Но я увидел ваши вот эти радужные стикер-паки и понял, что все на месте. Я просто их раньше не видел. Да. Да. Давай еще что-то у тебя есть. Если вы встретите Эрика Элита, что вы ему скажете? Чувак, дай гитару поиграть. Я, кстати... Ну, да, надо просто вспомнить, что Эрика Элита выглядит как нормальный металлург, нормальный мужик. Не как фронтендер. Ладно. А Макееву что скажете? А перейду на другую сторону дороги просто. И все, и все. Я думаю, что просто нить появится радужная. Матоклубок целый. Он играть будет как Катулька этим клубком просто. Перекатывает туда-сюда и все. Катулька. Мне кажется, уже больше нет шансов, короче, на восстановление общения с ним. Ну и... А главное зачем? Что из этого общения вообще может быть? У меня вот сегодня спросили, кто лидер мнения во фронтенде. Вот вы как считаете? Кто лидер мнения во фронтенде? Это же Пидер говорит с фронтенде. Не ту букву просто. Мы про него опять же говорим. Это да. Но... В российском. А, в российском? Да кто знает вообще российский фронтенд? Вот ты мне сегодня рассказывал, какие подкасты есть, я никакие не знал. Какой фронтенд уикенд? Какие радио.js? Я первый раз слышал. Ну ладно, радио.js я видел в iTunes рядом. Фронтенд уикенд даже не слышал. Потом ты про какую-то старость говорил, не старость. А что это было? Девшахта? Нет, нет. Что-то там было, что типа вот у вас фронтенд юность, а есть еще типа старость какая-то. А, ну это девшахта, да. А, ну вот кто, откуда. Это все... Нет никого мнения по фронтенду в России. Это симулякор. А, Абрамов Дэн? Это кто? Я слышал, но я не в курсе, кто это. Ну это главный чувак, который React пишет. Который сделал хот-релод. Хот-релод, это когда можно... Один патрон из калаша выстрелил, перезарядил, да, сразу? И прострел. Redux знаешь? Redux знаешь. Вот это он сделал. Вау. Ну так все равно Redux, это когда Flux адаптировали под React. Flux-то не он сделал, поэтому как бы, ну, адаптировал, адаптировал, окей. Так Redux не является привязанным к React, то есть мы его вообще не в React использовали. Охренеть тебе. Ну он-то стопудово для React себе сделал. Раз Дэн Абрамов. Я теперь знаю, кто-то Дэн Абрамов. Вот он, значит, у него самое главное мнение. У него фамилия как будто бы русская? Или он и так русский? Он русский. Так я поэтому, я про русских сейчас говорю. Я не знаю, я не готов к этому. Короче, когда мы пишем подкасты, например, когда название придумываем, я захожу на сайт Sports.ru и оттуда, типа, пишу заголовки, просто передерываю под наши темы. Получается вообще огненно. Прямо к Дудю заходишь, я так понимаю. Кликбейт. Что? Прямо к Дудю заходишь. Да, к Дудю. А Макеев красавчик? Блин, это просто провокационный вопрос. Он был заготовлен, но ты первый про него спросил, поэтому тут... А мне ответить? Ну, конечно, ответить. Да. Ну, конечно. Как мужчина, да. Окей. Я, а, я, я ж не просто, у меня типа подводка была. Давай. А вы откуда-нибудь пиздите фишки? Там, ну, не знаю. Вот, типа, как я Sports.ru или как у вас вот название тоже спиздил. На самом деле нет, даже если честно отвечать. Видел наши скучные названия? Такое даже спиздить не было. Кстати, нет. У меня вот прямо был зона респекта про джаваскриптальный. Многим понравилось, но это родилось просто по бреду. Мы после подкаста на следующий день, я всегда пишу Никите... Ну, что, Никита, какое название у нас будет, какая обложка? И Никита выдает просто какую-нибудь тему, типа, вот, да. И мы потом пытаемся как-то ее реализовать, с ней поиграть, но зачастую вот то, что он выдает, то и остается. А откуда уж он пиздит, я не знаю. Да нет, я просто, ну, какая, мы... Я просто в башке такой, типа, что сейчас такое прикольное? Там, не то, что хайповое, но, типа, Навальный, это как было тогда очень актуально. То есть сейчас это вообще, кто сейчас помнит, кто-то про него, так как он никуда не допущен. Так, ну, непонятно, что про него помнит, но, тем не менее, тогда это было очень прям вообще вот-вот. И это прям мем, это же мем. Он всегда в видео говорит, типа, привет, это Навальный. Да, 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 да. И я такой, ну, что, давай сделаем по приколу тебе. А пойдете на выборы 18-го числа? Он у нас, что ли, вопрос изобрел? Да, пойдем. Я, мне кажется, ни разу не был. Даже не знаю, как туда ходить. У меня, кстати, был такой вопрос. А если выпускается подкаст, там говорится про кандидатов, а потом, типа, вот, выборы наступают, а, типа, день тишины, то эти подкасты что, удалять? Или их судить будут? А, ты имеешь в виду, в подкасте, например, мы скажем, что нужно голосовать за Городини, например, за кандидата от народа. Ну, я не хотел это говорить, потому что это очевидно. Конечно, это очевидно. Я вот вас спросил, вы меня, типа, заклеймили, зачем, типа, такие капитанские вопросы? Вот, допустим, да? Да, и так, как оно лежит, типа, в сети, каждый человек может послушать, да, типа, и совратиться. Да, в день тишины. Совратиться. Ну, мне кажется, это, во-первых, невыполнимо все почистить. А, во-вторых, я ничего не пойду. Кого? Даже билборды не снимают иногда в этот день у нас в Челябинске. Я думаю, сама Панфилова, если ее спросить, это глава ЦИК, просто придет сказать, извините, извините, а это вот у нас подкаст, вот надо его удалять, закрывать, там, может, там, ссылку какую-нибудь, скажете... Ну, наша свобода слова, вы что, дебилы, что ли? Все уже, да, и все, иди отсюда. Поэтому это такое. У нас был тоже вопрос про выбор, это его украл. Макеев кандидат одной роды. Кстати, у меня был вопрос, у вас были какие-нибудь угрозы или претензии? Я помню, что-то было один раз, как минимум. От кого, куда, не понял. Ну, от авторов статей, например, или когда вы сказали, там, вот, что Макеев немножко радужный. Да нет, кого про нас не знает никто. Что, понимаешь, вот я живу с твердым ощущением, что про нас вообще никто не знает. А полторы тысячи просмотров, которые, вот, я не знаю, кто эти люди, это мы, возможно, просто перезагружаем страницы и все. А у подписчиков-то у вас дохерища. То есть просмотров... Ну, не так много, как у соседних подкастов. У каких? А, у того? Да и... Который в соседней комнате, да. И у того, и у этого. И там, где один парень без волос, а второй с большими губами, например. Ну, просто я смотрел, у вас что-то подписчиков Но суть-то в том, что эти все люди, которые... Сейчас скажу, сколько? 28407. Сколько? 28407. Так вот. И они все прицепом со старых видосов, где там про SAS говорили. Про какие-нибудь там CSS-фильтрс. И они, возможно, где-то втайне все еще ждут, что вот это будет. И оно, может быть, как бы и будет. То есть вот мы... Поэтому на... Где тут буква Б? На Патреоне собираем деньги, чтобы вот... А быть финансово независимым и запилить какой-нибудь курсик. Потом его не закончить, естественно. Кстати, у вас был формат прикольный, где вы типа там терли по скайпу с различными чуваками. Да-да, беседовый экран он называется. Это один из голов наших в Патреоне. Если третий гол... Мы теперь закрыли. Теперь там денег не видно нигде. Вот третий гол, когда наберется... А у меня есть скриншот, пишите в личку. Это не актуально. Там уже в 10 тысяч миллионов раз больше, поэтому, да. Так вот, один из них — это возобновить беседовый экран. Просто это все равно много времени отнимает. Это вообще в субботу записывалось. Там вообще прикольный формат был. Там когда кто-то типа на балконе сидит, кто-то типа там, я представлял, в шортах на кухне, там жена с ребенком бегает. Там так и было, да, это смешно. Но это все равно отнимает субботу вечер. И как бы вот... Да, это отнимает субботу вечера. Там мне нравился формат, что у вас предполагалось, что может любой поучаствовать, и типа такая прикольная беседа. Ну там Саня все равно через постель всех пускал. Там, я бы не сказал, там не очень легко было попасть. Ты пытался попасть? Все зависит от твоих принципов, я так понимаю, зависит. Конечно. То есть физически это несложно. Физически ты должен как бы подходить под Саняное описание. Там все не так все просто. Заметил, там все худые были? Ну, кстати, нет. А там же чуваки из других городов были. Как ты их? По веб-камере? Ну, слушай, мы в Дьюти Фри встречались в каком-нибудь нейтральном городе, чтобы никто нигде не фотографировал. Арендовывали вип-бизнес-зал. Щел-щел-щел и карьер. Вот, да. Поэтому, ну, тут, когда у тебя появился первый компьютер? Вот такой вопрос. Хуё знает. Ну, примерно. Вчера, позавчера. Да, мне кажется, в 2000-е где-то, я не знаю. То есть ты зарубочки на календаре не делаешь? И ты такой тогда играл только? Или уже сразу программировал на бейсике каком-нибудь? Не, я на самом деле так нормально... Я никогда нормально не программировал. Мой основной язык — это джава-скрипт. До сих пор, в смысле? Ну, так джава-скрипт. А, ну, так. Ну, правда, у вас PHP, но в целом джава-скрипт — так себе язык. Я прочитал книжку про HTML и CSS в 10-м классе. Сдал экзамен по сайтам, ну, экзамен по информатике, и туда сайт в качестве работы сдал. А потом моя жизнь провалилась в металлургию. Прошло пять лет, и за счет знаний CSS и HTML я устроился контент-менеджером, а потом уже понеслось. То есть, по факту, все мои знания, они практические, а не теоретические. У нас давно уже не PHP. Это старая информация. Го? Раст. Охуенный выбор. Молодцы. Окей. У нас еще есть... Можно вопрос тогда? Три главных преимущества Раста. Бесподобно вообще. Классы, компиляторы. Все. Замыкание. Классы. Объекты. Что там еще функциональный язык программирования. Бла-бла-бла. Никита, ты еще три теперь скажи. Ну, я знаю. Раста – это хорошая игра про выживание. Реально. Вот. Я, короче, смотрел прикольно. То есть, я как бы сам не играл, но, наверное, прикольно стримы, короче, по ней. Так что я считаю, что плюсы много плюсов. То есть, смотрибельно, во-первых. Во-вторых, надо выживать. Вот. В-третьих. Как в Челябинске. Как в Челябинске. Это да. Раста – это Челябинск, по сути. Вот. Кроме этого. Кроме этого. Смотри. Про программирование давай не будем разговаривать в этом подкасте. Мы не говорим про программирование. Обычно. Ты не надо нам сейчас здесь умничать. Вот. Есть еще у тебя какие-то вопросы не про программирование? Про девчонок там. Да ты что-то как? Я что-то задаю? Да, да, есть. Давай. Какие дивиденды у вас от подкаста? Деньги, власть? А. Что нам приносит подкаст? Нам приносит подкаст. Во-первых, то, что мы каждый гребаный вторник сидим до трех ночи. Это первое, что нам приносит. На следующий день я встаю, у меня идет кровь из носа, потому что у меня давление низкое. Вот. Это значит еще второе, что нам приносит. И третье, и третье. Конечно же, слава, деньги, богатство. Это все есть. Это все в одном. Это уже в четверг. Потому что в среду как бы еще не до этого немного. Ну, я так понял, что типа донатов у вас вообще жопой жуй. Да, мы достаточно богат. То есть я как Пьюдипай. Я как Майкей. Доллары, мультимиллионеры, нормально. Нормально, да. А с чего ты сделал, что у нас донатов жопой жуй? А я видел же, пока вы не закрыли. Патреон-то видел? Жопой жуй, это вообще ноль. Так это только на Патреоне. А сколько вам донатят олдфаги? И все. Ну, на самом деле... Где еще раз нам донатят? Олдфаги всякие донатят. Там по почте деньги посылают. На Western Union сегодня только пришло 10 долларов. Да, на самом деле нет. Короче, я просто скажу для тех, кто вдруг начинающий чувак случайно это слушает. Вот до этого бреда до конца дослушал. Но это не конец. В смысле до вот этих вот вопросов. На самом деле, я бы не сказал, что это то самое, за счет чего можно прожить. Скорее всего, даже один из нас, если бы вот мы бы одному бы это падало, он бы не смог полноценно, скажем так, существовать, кушать и так далее. И как... Ну, пенсионеры живут же настолько. Вот. Так. Так, 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 так. Ну, жизни я бы это не назвал просто. Окей. Ну, ладно. Я надеюсь, что мы ответили хоть на один из вопросов вообще, в принципе. Так, получается, что... Блин, а вопрос-то какой? Угу. Помимо бабла и славы, вот просто у нас различные дивиденды, что нас, например, звали на конфу пару раз. Нас там люди узнают. У вас есть вот что-то такое? То есть я прям прихожу на конференцию, начинаю разговаривать с друзьями, и чуваки подходят и по голосу узнают. Я тебе так скажу. Вот, несмотря на то, что у вас 2000 там подписчиков на SoundCloud, а у нас там 28, не важно, да? У нас типа низовой подкаст, а у вас верховой. У нас такой, знаешь, у вас типа... У нас, короче, такой андеграунд очень странный. Мы, знаешь, мы сидим как бы... Нас никуда не приглашают, мы ничего не делаем, нам ничего это не надо, мы просто говорим. Это, знаешь, это такое... Мы просто говорим, потому что хотим говорить. Угу. Вот. Нам не нужно ничего больше. Нам как бы нужны ваши донаты, это обязательно, да, просто чтобы поддерживать. Но конкретно за какой-то, знаешь, непонятной, типа, какими-то там тусовками, что мы в тусовке, нам похрену это. Мы чисто в андеграунде сидим, в подвале где-то всраном, укалываемся чем-нибудь, и нам похрен. И не слушайте рэп. И не слушаем рэп, не слушаем Макеева. А вот был еще, кстати, вопрос по поводу... Блин, вот ты говоришь, я вспоминаю вопрос, ты заканчиваешь, я его опять забываю. Вот. Во, донаты, которые вы получаете, вы их тратите только на подкаст, или все-таки вы пилите между собой? Ничего не пилим. Только на подкаст тратим, и все. Только не на подкаст даже. Мы это тратим на ВДГеймс, и все. На то место, где мы игры стримимим. И это интереснее, в разы, чем этот подкаст срана. Ну вот и правда, наконец-то. Все, валясь сюда нахер. Ну вот, наконец-то, правда пошла. Ну да, то есть мы покупаем в основном оборудование. Например, какие-нибудь, я не знаю... То есть выка получается как Грудинин, который... У него есть совхоз имени Ленина. Соответственно, в нем... Я понял, почему Ленин. Это потому, что вы подкасты с народом. А, так вы... Это долгий проект Грудинина все. Конечно. У Грудинина есть совхоз имени Ленина. Он рядом с Москвой. Там он продает жилье, и за счет этого жилья он поддерживает именно свой совхоз. То есть он строит... Только не надо всю полностью эту партию Грудинина рассказывать. Ну ты продолжай. Ну вот, то есть он там строит дома, продает жилье, получает много бабок, и за счет этого спонсирует сам совхоз, всякое сельское хозяйство, потому что так оно не рентабельно. И вы тоже самое. Вы за счет Ювеб Дизайна вытягиваете ваш ОВД Геймс, да? Да. Ну, изначально все было куплено вот в Ювеб Дизайн. Например, вот у нас здесь звуковая карта, да, вот микрофоны, которые у нас в руках. Это мы покупали просто вот тупо с донатов для Ювеб Дизайна. Потому что мы вместе собирались. Сначала мы на оборудовании Никитиного Бати все писали, потому что он работает тоже в этой индустрии. Подкастер в смысле. Вот. А потом уже мы купили вот что-то это, другое, для того, чтобы просто не таскать это каждый раз, там, не брать. Потому что вдруг Никитин Батя выступает в тот день, у нас нет микрофона, мы переносили. Я не помню, правда, было такое или не было. Но, может быть, что-то и было. А потом уже мы решили попробовать постримить. И, на самом деле, со стримов-то тоже уже деньги же идут. И они... Больше, чем больше? Ну, не больше. Они как бы слабо соизмеримы. Но суть просто в том, что если развивать именно Ювеб Дизайн, то надо делать максимальный контент человекоориентированный. То есть делать про вот React, про какие-нибудь, я не знаю, что там еще у нас есть. Про Rust можно, да. Но это маленькая ниша тоже. Да. Про CSS. Ну, это уже поздно. Короче, вам надо сделать видос, как за три недели получать сто кусков. Да. Но только этим заниматься неинтересно. Неинтересно делать то, что от тебя хотят люди. Это слишком скучно так жить, когда ты делаешь полностью люди ориентированные. Ты на работе не делаешь то, что хотят люди? Так вот в том-то и дело. Это мы и на работе делаем. А тут мы уже не на работе. Тут мы делаем, что хотим. И вообще, всегда, когда нас спрашивают, про что у вас подкаст, мы им просто подкаст про нас. Вот и все. Хорошая фраза. Мне нравится. Окей, еще есть что-нибудь у тебя? Да, конечно, там, блин... То есть мы сегодня к теме не перейдем. А вам предъявляют вообще за дикцию? Нас прямо хуесосили как-то целый выпуск почти. Ну, в смысле, над одним выпуском там было комментариев шесть нас хуесосили за это. Шесть комментариев было. С комментариев шестьдесят под каждым. Именно про дикцию. Вы, блядь, хуй изо рта, выньте, картавые. И там вот такое просто пишут. Мы причем не баним. Никого из таких чуваков не забанили ни разу на Ютьюбе. Всегда им что-нибудь отвечаем. Типа, да пошел нахуй сам. Вот такое. Посмотри, там реально смешно. Но не под каждым, я утрирую. Но да, пишут. А мы петухом назвали чувака, который нас назвал... Ну, попросил к врачу, типа, сходить. Сказали, что это... Сказал, что это правится. А в итоге он потом к нам подходит, говорит, типа, вы нас петух... Ты нас петухом... Будильник. Ты нас петухом назвал? А мы такие, ну да. Потом помирились. Он сказал, внукам будет рассказывать, как сами фронтенд Юноси его петухом назвали. Ты говоришь, вы нас петухом... Он вынул, да, он такой... Короче, смотри, главное... Да, он ко мне такой подходит. Он сразу, да, подошел. Окей, смотри, я тебе просто... Я такой, что, я тебя петухом назвал? Как такого же картавого тебя... Я тебе просто хочу сказать, обнадежить тебя. Я тебе скажу так. Во-первых, скорее всего, все, кто пишет, что, типа, картавость, такое, все плохо разговариваете, и т.д. Скорее всего, у людей, у самих какие-то проблемы. С женщинами. У них нету женщин из Телябинска. Потому что у меня с моей картавостью с женщинами никогда проблем не было. Вот. Поэтому, скорее всего, скорее всего, у них есть. Собственно, и с подкастом у тебя проблем нет. 28 тысяч подписчиков, и как бы нормально. Да, да. Поэтому... То есть я конкретно тебе это говорю. То есть у вас там еще какие-то пацаны. Тот, который из Сан-Дрес, да, он тоже картавец? Не-не, в другой. С коколком. С коколком. Вот. Если бы мы были лысыми и губастыми, то больше было бы подписчиков за сотню тысяч. А так вот пока на картавости только 28. Так а кто вам мешает, типа, побриться и губы накачать? А что, можно тогда? Ну да. Я думаю, халтурку-то заметят люди. Они, знаешь, как... Да, я не буду. Так, в смысле, ты вышел, у тебя отросли волосы. Такие, ооо, что-то лысые-то, не лысые, что ли? Да, да. Окей. Че еще? Давай. Че еще? Давай, жги. Прямо, что бы такое? Ну, это скорее вы будете. У вас... У вас дерзкий подкаст. Может, вы помните какие-то прям такие зубодробительные комментарии или наезды? Прямо вот... Из последнего, из последнего, самый зубодробительный комментарий про то, что Саша... Как там было, блин? Чувак с ником АН, я буду прославлять его. Пусть он сидит там, я не знаю, голый, да, там, спустит штаны и радуется, что мы про него опять говорим. Он написал, Саша противный до ужаса стал в последних выпусках. Он затыкает своего друга, в скобках, наверное, друга. И вообще как-то вот слушать теперь невозможно. Вот это из последнего зубодробительного. А так сложно запомнить. Это на самом деле надо опять же сейчас в почте открыть, ютюбовские комментарии. Какого-нибудь просто нахуй ввести. И посмотреть, что они там писали. Да пошли нахуй просто вот так. И что-то такое было всегда. Под каждым выпуском практически. Я даже не знаю, что тут самое зубодробительное из этого выбрать. Ну, самое угарное, да, когда чувак на 57-й минуте подкаста пишет, бля, говно, не смог, типа, дальше слушать. А, ну да, на самом Клауде-то там к минутам комментарии привязываются, поэтому там непонятно. Может, он скроллировал так? Он в конце... Ну, чем закончишься, что-то, посмотри, на грудь или на лицо? И оп! Ну, нет, говно, не дослушал, не стал. Ну, это как, знаешь, типа, игра говно на игр на 2000 часов. А еще, кстати, был вопрос про спонсора. Про SmartApe? Да, лучший хостинг за последние тысячи лет. Так, как найти его? Как найти спонсора? Как вы нашли спонсора? На самом деле, SmartApe, это был, короче, не спонсор изначально, а то просто, чем мы пользовались сами. Изначально это чуваки, знаешь, тоже как мы, ну, не как мы, конечно, но они, типа, только начинали, они заказывали везде рекламу, короче, мы видели просто, что реклама, и мы ими пользовались изначально. Вот, просто пользовались, а потом, типа, ну, давай по приколу напишем. По-моему, по приколу напишем, да? И все, типа, они такие, ну, давайте, базар, нет, что хотите. А мы, как бы, ничего с них не хотим практически. То есть, мы хотим с них, там, ну, сущие копейки. Вот, и все, и все. То есть, я понимаю, что к чему ты спрашиваешь, возможно, вы тоже хотите какого-то спонсора постоянно, скорее всего. У вас вообще был хоть раз спонсор? Ну, у нас такой формат, что мы говорим, что вы нам присылаете бабки, пишите что-то в комментариях, и мы озвучиваем. И, соответственно, реклама, если есть, она примерно такая. Но если человек хочет, типа, более продуктивное обсуждение сайта, он, типа, просто побольше. То есть, нам как-то... Просто побольше, понял? Саня, запомни фразу, больше побольше. Да так, отвечай всем. Если вы хотите продуктивнее, но просто побольше, то как бы можно дальше посмотреть. Ага. Так. Нам задонатили 100 рублей, скинули ссылку. Мы прочитали эту ссылку, ничего не обсудили. Задонатили побольше, обсудили побольше. Ну, все, я тебя понял. То есть, чем больше, тем лучше. Ну... Вот тот выпуск, который топовый, где мы с самой продажной подкастом о Фронтенде. Там мы рассказывали о конференции, а нам на нее дали билеты, а там билеты чуть ли не... Там 10 или 20 кусков стоили, что-то такое. 10-20 тысяч на конференцию? Ну, да. Рублей. Да. Это, типа, самая жирная конференция по Фронтенде. Увастные в Бали, скорее всего. Я на Продиджи, можно сходить за 3 тысячи рублей, все. А вы на какую-то сраную... Так в Челябинске. Может быть, это конфа в Челябинске столько же стоит? 3 тысячи рублей? Да, почему нет? Может быть. Может быть. Я точно не знаю. Консоли или ПК для игр? Блин, я консоль знаю только эту. Терминал? Хороший ответ, хороший ответ. Вот это, да? Ну, вообще, с консоли неудобно. Я считаю. Вим, Вим. Какие компьютерные игры? Если игра, то какая? Вим. Она скучная, ее прошли уже все давно с паролями. Надо, чтобы панель ей. Да? Кооператив там есть или нет? Это что такое? Понятно. Понятно. Я последний раз играл в цивилизацию. Третью. Ну, ты как металлург там строил всякие металлуры. Да, а потом у меня компьютер сгорел и все. Сгорел компьютер. Вот травма. Так до сих пор и нет. Вот почему. До сих пор тушим. Вот почему, да, становится фронтендером, потому что сгорает компьютер. Окей. У нас на самом деле все. У нас один вопрос еще остался. Поэтому, Леша, твой выход. А все-таки... А мы, наверное, обсудили, да, Харасмент и Дайверсити? Да. Я хрен его знает. Это слишком модный слой. Мы точно это обсудили. Я не помню, записывали ему этот момент или нет. Но это по тонкой грани все. Что по тонкой грани? Я не знаю. Я в нем... Ну, с феминистки потом придут и у них... Я просто хуй за ртовой, блин. Мне просто нравится с анимикрофоном в нос тыкать, пацаны. А у вас в школе так тоже, да, делали? Как хуй за ртовой? Да-да-да-да. Конечно, конечно. А вы сейчас не на ПХП пишите? Да нет, нет, конечно, успокойся. А на чем? На Джейсе. Суровые времена, суровые нравы. Подожди, а ты же хуё узнаешь, Джейс? Еще бы. А ты думаешь, я ПХП хорошо знал? Ты типа... Какая разница? Полгода назад удивлялся, типа, что это за стрелочные функции? Типа, я помню. Такой, что это за дерьмо? Я их сейчас пишу, но я все равно... Я знаю, что там дыск, короче, другой пропадает. Но вот не более, да. Стрелочные функции. Я их пишу тебе. Я могу. Ну, лучше все-таки понимать, как они работают. Че ты, че, блядь? Выйдем. И расстреляет в коридоре. Бля, я... Мощь к телу тогда уж перейдем. Это все-таки хуйня какая-то, пацаны. Просто, если не понимаешь, как они работают, я про свой пример могу рассказать. Есть объекты, и в них можно методы... Пусть человек выскажет свой чек-чек. Дай мне чеку сказать. Ну, давай-давай. В JavaScript можно объявить объект, в котором будут методы какие-то. И раньше эти методы описывались в названии двоеточие, function, что-то там. Сейчас появился, типа, shortcut, когда можно написать function, скобочки, соответственно, равно стрелочка, и дальше описать функцию. Ты зашкварился, function уже можно не писать в этом шорткате. Так да, но я говорю, function можно... Ну, что, надо писать function, скобочки и стрелочка. Ну, ладно, ладно, так и че. Вот, но это не стрелочная. То есть есть шорткат, а есть стрелочная. Если вместо шортката случайно написать стрелочную, ты протеряешь контекст, и все будет хуёво. Ну, так естественно. Ну, так для этого и придумали всякие вьюкс, редукс и так далее, чтобы это в другом месте все хранилось. Как, блядь, я буду это на ноде сделать, по-твоему? Вот надо как-то? Флукс? Я не знаю, че там. Флоу, TypeScript, че еще? Какие слова есть? Продай нам TypeScript. Зачем писать с типизацией? Да не надо. Нет, ты продай. Ты вот прям, чтобы я захотел. Блин, флоу или TypeScript, все, мое. Ну, хуй его знает, но... Console lock надо просто, или alert, и все, да? Больше ничего не надо. Короче, это лучше для рефакторинга. То есть, когда ты четко знаешь, что у тебя приходит в функцию, что уходит из функции, когда ты перепиливаешь сами эти функции, а API у тебя остается, то, соответственно, с типами тебе намного проще понять, в чем у тебя ошибка. Ну, я вот могу пример, опять же, из жизни. Вот есть такая приблуда, называется Mongoose. Этого, чтобы с MongoDB общаться в Node.js. Это как бы поверх стандартного Mongo-драйвера сделано. И там ты модельки, когда объявляешь, ты там строго прописываешь, какие типы. И потом, если у тебя в самом приложении ты коннектишься туда, и ты, не дай бог, не в том типе передал, вообще нихера не работает. Причем никак особо даже и не дебажится это. Вот не создает просто... Так проблема не в типах, а в дебагинге? Ну, неважно. И в типах в том числе. Если ты в TypeScript соблюдаешь то же дерьмо, которое у тебя по типам, которое у тебя в модельке, то у тебя не будет таких проблем, даже дебажить не надо. Там плюс в TypeScript есть еще всякие декораторы, интерфейсы. То есть, если ты хочешь обмазаться ОП, и тебе не хватает JavaScript стандартного, то ты можешь... Это для взросленьких команд, где все люди пришли не с JavaScript в JavaScript, а из C++, например. И они просто привыкли. Я когда в магистратуре учился по программированию искусственного интеллекта, то там как раз люди все сразу обмазывались классами, и они такие, как ты без ООП там? Ты им говоришь, ну как, ну функциональщина, хаскель туда-сюда. Кого, братан, ты что? У них волосы в хвост длиннее, чем у твоей телки. Они прям вот только так и умеют на C++ охреначить, и все. Поэтому тут, да, это для разных вещей, но это все мы ерничаем. Мы так-то гуру JavaScript. Плюс еще у меня есть вот канонический пример, когда был маленький метод, в который по JS-доку передавался один буллен, один параметр буллевый. Соответственно, в нем, в этом методе, этот буллевый параметр приводился к буллену. Это шикарная штука. Я подумал, что за дерьмо? Мы же ждем буллен, ударил этот привод, и все нахуй наебнулось. А если бы был у меня типизированный код, строго типизированный, то не было бы такой проблемы. Сразу бы нормально написать. Не надо parse-int нигде писать для строк, потому что там с другой стороны ждут все-таки циферку, а не строку. Это стопудово. Ну это как тесты, как тесты, типизация, это все из одного духа. На беременность, да. Так, еще раз, какие тесты? Моча, Мока. Ну больше ТДД. Так, Е2Е, 2Е2. Е2Е4, да. Вот, да, все, тесты. Когда ты пишешь тесты, когда ты пишешь на типизированном языке, тебе это заставляет лучше архитектуру продумывать. Ну это для взросленьких команд. Я думаю, это самое исчерпывающее объяснение. Ты к тем, кому же решил перейти. Никита дальше от меня микрофон убирает, я уже через полкухни к нему кинусь. Так ты возьми его. Если ты понимаешь, о чем я. Я просто хотел, знаешь, тебе каверзные сейчас вопросы. Давай, давай. Никто не поймет, но мне просто интересно. А ты в Челябинске ездишь на Яндекс.Такси или на Убере? На. Сам на Яндекс.Такси. А девушка Убер берет. Ты знаешь, что Убер дешевле, чем Яндекс.Такси? Да, поэтому я не езжу вообще тут на такси. Понятно. 30 минут надо сказать, я на такси здесь только передвигаюсь, поэтому смок не чувствую. Так в смысле девушка за меня платит? О-хо-хо! Ну вот это нормально, устроился. А еще был вопрос, я, по-моему... А, я его не успел спросить или нихуя не запомнил. Какие у вас отношения с лофтблогачем? Давай сейчас... Вот здесь минута молчания должна быть. Ну у нас нет с ними отношений. Мы как бы... Просто вот такие лофтблогач, типа он вам знаком почему-то? Ну как бы... Это наши коллеги. Наши западные партнеры. Вот как бы... Не, ну на самом деле как бы его дело? Вообще, Лысый, он у Никиты в друзьях есть. На ВК. А вы, кстати, знали, что в ВК есть официальный аккаунт Лысого из Бразерс? Ну, мы чуть-чуть ли не в подкасте это обсуждали. Реально? Да. Прикольно. Вот. И мы изначально хотели... Я же рассказывал эту историю тысячи миллионов раз. Я не помню, в подкасте или на стримах. Но, короче говоря, им... Мы хотели, так сказать, взаимопиар устроить. Мы такие... Ну давайте что... Я просто не помню, кто инициировал. Они или мы? Ну, после легенды мы. Нет, по-моему, они... Да, они такие, типа, чуваки, давайте вы про нас что-нибудь скажете, а мы про вас. Мы такие, да базару нет. Вот как бы у нас подкаст, да, а у вас, типа, лофт-ньюс у них тогда был. Давайте вы тогда в лофт-ньюсе, да, а мы вот в подкасте. Мы, типа, подкаст пишем завтра. Они такие, окей, вы скажете завтра, а у нас крайний лофт-ньюс будет, типа, через неделю или, там, через пять дней. Последний. Ну, крайний. Да, тогда еще крайний был. Так вот, и мы такие, ну, базару нет, окей, мы скажем, типа, в своей манере, мы не договаривались по поводу того, что говорить. Просто вы про нас, мы про вас, окей, окей. И я не помню, какой это был выпуск, но какой это был, когда мы реально открыли лофт-блог и что-то про них сказали. Я не помню, что. Ну, мы не говорили напрямую, что говно, но мы поржали над тем, что чуваки делают уроки, не заканчивают, их нихрена сами не знают. Ну, не говорили напрямую, например, что говно. Нет, там было очень смешно, на самом деле, там, типа, было, Саня такой говорит, ну, типа, что вот эти курсы, короче, кому они, ну, там, потому что у лофт-блога есть курсы, это, типа, их одна из основных тем. Типа, что эти курсы, вот, типа, кому это вообще нахрен надо, типа, если захочешь, сам выучишь лучше, типа, чем у них. И потом мне пишут чуваки такие, типа, ты знаешь, что некоторые чуваки, им бы это помогло встать с колен некоторым людям, они были пожарниками, но стали фронтендерами, там, знаешь, условно, некоторые люди в Украине, которые, знаешь, не могли зарабатывать, теперь зарабатывают деньги. И там, знаешь, пристыдили жёстко, короче, типа, это самое, и всё, мы, типа, мы про вас, типа, уже говорить ничего не будем, или будем говорить, но, типа, уже, типа, как-то, видимо... Нет, нет, там было так, вы или вырежете это из своего подкаста, всё, что вы сказали, скажите что-нибудь нормальное в следующем, тогда, типа, мы про вас что-нибудь скажем. Но мы всегда действуем в нашем подкасте по принципу, даже мы, многие рекламодатели нам заносили, и мы не говорили супер хвалебное дерьмо, типа, блин, это лучшее эво вообще, что вы... Смарт-эй просто реально лучшее, поэтому я не знаю, как это обсуждать. EubDesign.ru слышишь смарт-эй. Так вот, и в серых рекламодателях к этому нормально относятся, мы всегда говорим, мы в своей манере про вас скажем. Любое упоминание лучше отсутствия упоминания. Даже если я сейчас скажу о том, что рис длиннозёрный у велка воняет как говно, пока ты его... Бомжами. Бомжами. Пока ты его не... Чё с ним надо сделать? Пока ты маслица не положишь. Вот. Это лучше, чем если бы мы вообще не сказали про рис у велка, потому что по факту у них нормальное итальянское немецкое оборудование на заводе и хорошие сублимированные продукты. Поэтому как бы вот, ну, оно вот, ну, говно, бомжатиной воняет. Гречку разварить легко. Это правда? Это из жизни, опять же, история. Чё вы? Но это лучше, чем если бы мы про них не сказали вообще. Но чуваки из Лофтблога оскорбились, сказали, мы просто ничего не вывезли, всё. У нас такая же фигня была. Чуваки, типа, нам зананатили, ссылку скинули, а мы начинаем обсуждать и понимаем, что там это биржа вакансий, а там просто про GS нихуя нету, а зарплаты такие же, как и на рынке. То есть мы не можем сказать, что пользуйтесь, здесь, типа, хорошие вакансии или ещё что-то. Мы такие, ну, нормальные вакансии. Если кому-то надо, пользуйтесь. Ну и чё? И ты должен сейчас сказать, а они потом нас встретили и сказали, и ноги прострелили нам нахуй. Ну да, да, я тебя понял. То есть имейте в виду, что вы не стали такие хвалебные речи, говоришь, что да, вот это лучшее. То есть да, врать, мне кажется, это вот как-то нехорошо. Ну просто немножко, да, но вот тут разное, когда вы договариваетесь обмениваться, это вообще нормально, хоть взяли, захуесосили. А вот когда тебе денег дали, уже чувствуешь немножко, что вот чуваки, они же, когда дают денег, они же не ждут, что их отхуесосят. Они ждут, что, типа, ты что-то такое хотя бы нейтральное скажешь. Ну да. Причём да, мы-то и сказали, ну отхуесосьте нас в ответ, вообще не вопрос, как бы. Вот всё, что хотите, говорите, не хотите, что мы хуй сосали у вас вчера, это как бы вот похрен. Но нет, именно тот чувак, который занимался лофт-ньюзом, он причём не из Питера, он откуда-то там, типа, из Нижнего Новгорода, вот он оскорбился и сказал, нет, всё, я ничего не буду. Блин, а вы помните его? Может, это Зар Захаров, нет? Ну да, 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 толстый. Вот, так это же наш чувак. В смысле, ваш чувак? В смысле, он написался у нас в подкасте, мы его знаем даже. Ну вот он оскорбился в тот момент, не стал про нас ничего писать. Привет, Захаров, Захар, я не... Зар Захаров, да. Захаров, Захар, всё, окей. Ну, хороший вопрос, мне понравился. Так, а серьёзные вопросы задавать или нахуй? А до этого не серьёзные, что ли? А, я, кстати, хотел вас поздравить, у вас в Телеграм-канале полторы тысячи подписчиков. На самом деле, их было 1510 раньше ещё, но там постоянно просадки проходят. Как только мы говорим, вот у нас 1500, все удаляются сразу просто, и всё. Поэтому, да, спасибо, спасибо. 1510. Я просто такой захожу, смотрю, 1500, думаю, о! Типа, первый, кто увидит. Это 3500, у нас просто айфон. Я не добавлялся. Айфон просто тому, кто 1500. Нет, ты не добавлялся, ну и хуй с тобой. А чё, реально? И серьёзно, был два вопроса, наверное... Точно писали это всё? Я так просто... Я просто чуть-чуть увидел, что вытащен, блядь, микроб. Ну давай. Вопрос в том, как вы совмещаете работу, развитие и личную жизнь? Это же, блядь, невозможно. Развитие. Это какое, блядь? Ну, типа там какие-то статики, я не знаю. Ну, я понял, что ты в джава-скрипте не развиваешься. Я в нём только деградирую. Я зашёл вообще сеньором, а сейчас я до джуниор раскатываюсь постепенно просто и всё. Я на нём развиваюсь ровно столько, сколько это надо, чтобы денег заработать. То есть я вот договорился на свой проект, я вот его делаю, и как бы мне вот реально хватает того, что я умею. Это реально функционирующий продукт, который тупо приносит миллионы, и всё, той компанией, для которой я это делаю. Мне похрен, что я использовал шорткат, а не стрелочную функцию. Это не имеет никакого значения. Так и не надо было стрелочную функцию, мой-то посыл в этом был. Почему не надо? Потому что если бы ты стрелочную функцию написал бы, ты бы контекст бы проебал бы. Так а мне не нужен там контекст, он весь в стори хранится и похрен. Аминь. Не, я тебя понял. На самом деле, я думаю, у всех такой вопрос мучает. Типа, как совмещать работу, личную жизнь, развитие. Ну или деградация в вашем случае, я не знаю. Очень лёгкий ответ, что мы просто не развиваемся и всё. То есть здесь нет никаких секретов. Потому что всё успевает, мне кажется, никто всё не успевает. Даже Стив Джобс у него что-то проседало. Он умер. Он, во-первых, умер. Во-вторых, что-то проседало. Поэтому я думаю, что здесь всё... Я думаю, также у тебя что-то проседает из этого. Да у меня всё проседает. Вот, видишь? Вот это нормально, как бы. Я думаю, что нет смысла себя корить за то, что типа, блин, что у меня, короче, развитие не прёт, например. Или личная жизнь не прёт. Да, это нормально. Не хватит всего времени, чтобы это сделать. На серьёзные вопросы просто. Я серьёзно отвечаю. Хуй знает. Ладно, я ещё попробую серьёзно. Надо просто балансировку находить, планировать и так далее. Просто нужно всё понимать, для чего тебе... Вот, допустим, развитие, да? Это громкое слово. Нахрена тебе развитие? Ну, вот так, по факту. Чтобы не пасть в собственных глазах? Нет, но есть два варианта. То есть, для чего люди потребляют... Есть два стула, так. Развиваются, то есть, получают какую-то дополнительную информацию, эта информация агрегирует и становится умней. То есть, первый вариант – это если тебе тупо это нравится, то есть, есть много программистов, которые любят читать всякие статейки, изучать новые языки, как хобби даже. И это, ну, их прёт от этого. И тут понятно, зачем им это нужно. Есть второй вариант, когда чуваки хотят развиваться именно в карьерном плане. То есть, например, либо тем лидом, чтобы управлять людьми, либо типа архитектором. Соответственно, в то или другое направление ты читаешь какую-то литературу и развиваешься. То есть, вот для чего нужно в том числе развитие. Ну, просто, знаешь, вот бывает, ты такой год нихуя не делаешь, два не делаешь, потому что, блядь, я же типа два года ничего не делал, вообще не развивался. Зачем я вообще этим занимаюсь, этим делом? Вот нужно по факту понять для себя, что нужно. Вот нужно в жизни, допустим, да, быть счастливым. А вот чтобы тебе быть счастливым, если тебя реально прёт от развития по языкам программирования. Вот, допустим, вот ты шутишь, да, а я вот полкнижки Flanagan-то прочитал. Вторую половину ещё не дочитал, но как бы тем не менее. А Стефанова, лучше Стефанова прочитай, Flanagan говно. Не знаю, кто такой Стефанов. You don't know JS, я ещё прочитал три штучки из шести или семь их там, восемь, сколько. То есть, так-то, это как бы мы шутки шутим, а потом мы выйдем отсюда, и всё нормально, у всех замыкания замкнутся. И стрелочные функции, классы, объекты. Вот, но суть-то в том, что если ты хочешь при этом развиваться в работе, то это не всегда даже то, что нужно, чтобы развиваться в работе. Вот те пресловутые soft skills, про которые мы всегда говорим, когда вот общение в команде, как ты не проёбываешь дедлайны, как ты соблюдаешь там таски, которые тебе раскинули, или которые ты сам раскинул, если там ты Team Lead. Вот пойти и реально зарулиться, например, в свою управляющую компанию, для того, чтобы там вам бесплатно поменяли стояки во всём подъезде, это значительно больше тебя разовьёт в плане управления людьми, потому что ты будешь фактически разговаривать с людьми, будешь фактически доказывать свою правоту, пытаться им на их языке... Это ты уже проецируешь свой завтрашний день, что ли? Я... Это все мои дни. Так вот, это на моё... Я просто звуки губами издаю. Вот такие, да. Это всё, на самом деле, намного больше мне дало в смысле договариваться с людьми, договариваться за зарплату, договариваться за то, какими проектами заниматься и так далее. То есть, ну, читать книги по саморазвитию, какому-то успеху, это всё равно, что читать книги, как кататься на велосипеде. Не, ну, имеется в виду, чтобы... Ты хочешь работать, например, архитектором. Так. Ну, ты, правда, на первую часть того, что я говорил, отвечаешь. Но если ты хочешь работать архитектором, например, тебе не хватает знаний в плане архитектуры, там, паттернов каких-то, устройств, не знаю. Ну, ты понял, о чём. Я понял, о чём. То тебе нужно, типа, повышать свой уровень, иначе ты будешь, типа, всё время на среднем уровне. Ну, я с этим, я с тобой полностью согласен. Но вот не бывает такого, что ты сидишь... Хочу быть архитектором. Ты, скорее всего, читаешь про эти паттерны, попробовал один у себя в работе, тихо дома под одеялом, на Child... Как это? Pet Project называется? На Pet Project, и потом такой, ммм, так это же... И потом ты такой думаешь, ну да, да, наверное, надо про это поуглублённей прочитать. Ну, то есть это всегда в моём случае с практики происходит. Просто взять теоретически в вакууме, прочитать книжку, и сразу думать, что тебе это пригодится, все эти знания просрутся сразу же. Ты должен сначала ощутить практическую необходимость в чём-то, только потом подтянуть теорию. Мы всегда в этом подкасте говорили о том, что нужны фундаментальные знания, нужно учить теорию. Как ты говоришь, за кадром нам задал вопрос, вы капитанить не устали? Вот не устали. Потому что всё равно, как обычно, до людей не доходит. Но нужна при этом сначала практическая необходимость. Если я просто сейчас захочу выучить год, ну окей, я там за два месяца, я не знаю, за две недели выучу синтаксис, потом начну учить, какие там есть фреймворки, как вообще там, какая инфраструктура, какие тулзы и так далее. Окей, я это выучу. Если я это не буду применять, я через два месяца потеряю эти знания, нахрен бы они мне были не нужны. Вот то же самое и с архитектурой. Если уже ты понимаешь, что у вас там в проекте нету, или ты имеешь в виду, ты в другую компанию хочешь на архитектора пойти. Ну, например, да. Или... А тогда зачем ты хочешь на архитектора идти? Потому что там больше зарплаты, или у тебя потребность быть архитектурой? Если больше зарплаты, иди в свою договорись за большую зарплату. Это проще зачастую сделать. Это один из этапов развития разработчика. То есть, когда ты не пишешь код, а уже управляешь более высокоабстрактными штуками. То есть... Ну, я понял. Когда ты это проектируешь, как это... Ты как бы говоришь, эй, плебцы, вот надо так и так, и все. Да, но для начала ты должен просто это попробовать людям сказать, понять, а потом уже подтягивать теоретически... Ну, то есть, мы, в принципе, почти об одном говорим. Да, это нужно. Как это совмещать? Вот стараться усираться. Никто не говорил, что будет легко. Конец. Иси. Нам тут просто слушатель нас написал... Да нахуй, ладно. Ну, подожди, ну чё, а как он знал, что он здесь? А почему-то... Камера где-то, что ли? Почему-то нам в Твиттере написал... Блядь, ёбаный в рот, опять ёбаный биткоинт 10 тысяч, а ещё 30 назад стоил 4 тысячи. Ну, так. Грустит он? Как это к вопросу можно привязать? Я не знаю, просто. Да, почему? Надо было заходить в октябре 17-го, когда он был 4 с половиной тысячи. Нормальный такой стартинг-поинт. И ждать сейчас 50. Тебя невозможно сломить просто. Не, когда он сейчас вот недавно падал до 5, я даже... Ну, я не следил, 3 800 он даже падал. Вот самая большая яма, которая была, типа, там, 2 недели назад или 3 недели назад. Я как бы, я дзен словил вообще и всё. Ну, упал и упал, окей. У меня только друг этим занимается, я сам не смыслил в этом ничего, поэтому... Ну, упал и упал. Как бы, зачем? Супер вопрос, Лёш, продолжай. Давай ещё. 3 преимущества по ХП. У меня тут просто серия вопросов, 3 преимущества. Может, к темкам перейдём, пацаны? Да, как-то убого. А ещё есть, кроме 3 преимущества по ХП. Ну, кстати, он лёгкий достаточно. Да? Конечно. Поэтому, мне кажется, все с него начинают. А, я думал, вопрос лёгкий. Про него максимально просто найти работу. Вот просто, чтобы на хлеб хватало. А JS? Давай батл. Вот у меня было батл JS. В Челябинске с JS сложнее найти работу, потому что ты должен сразу 10 лет опыта в JS, 5 лет опыта в React и 5 лет опыта в Swift еще. Вот как всегда, вот это вот просят. А в ККП ты реально можешь... Какой слиф-то? Ты чё? А вот просят. Вы почему-то бэкэнд путаете с фронт-эндом, непонятно почему. Я понимаю, что JS ты можешь на ноде писать, но всё равно. А почему мы путаем-то? Ну, типа... А, ты говоришь о сравнении, типа... Нет, имеется в виду, что человек, как программист. Программисту-то всё равно, на чём программировать. Он, типа... Нихуя себе, ну, не всё равно. Ну, имеется в виду, что, как сказать, в идеальном мире, язык программирования — это лишь инструмент. И, по идее, программисту всё равно. Он выбирает под задачу или под то, что ему дают. Как раз ты про это говорил. Что там тебе дали JS, ты пишешь на JS. Ну, по идее, вообще-то тебе что нравится? То есть, как бы, тебе нравится именно фронт-энд? Ну, тебе нравится получать больше. Или PHP, да. Тебе нравится получать больше или PHP, да. Вот и выбирай. Не, просто мне кажется, что это вообще люди-то делятся конкретно... Люди делятся на нормальных людей, да, на фронт-эндерах. Нет, в смысле, что сервач... Ну, в смысле, чуваки, которые занимаются бэкэндом, у них свой кайф от бэкэнда конкретно. Они прям балдеют от баз данных, блядь. Мне кажется, если ты балдеешь от баз данных, то PHP это... Ну, понятно, да. Понятно, что нет, но тем не менее. В смысле, что ты выбрал путь в бэкэндер и начал с PHP, например. Ну, что, вот мне API-шки намного приятнее писать, чем в UGS-овский фронт. Я вообще в задницу... Так ты на ноде попробуй писать API-шки. Я на ноде API-шки и пишу. Нормальная тема, прикольно. А почему нет-то? Ну, как бы не граф QL, конечно, просто REST API, но это прям прикольно. Это прям круто. Мне нравится общаться с базой данных и возвращать всякое дерьмо. Есть пакет, который сам строит REST. Так, у Леши есть пакет, пацаны. Все, мы заканчиваем подкаст. Ты имеешь в виду таких, как я, можно упразднить, которые API-шки пишут? У нас в Челябинске... Постоянно есть статьи, что, типа, нейронка уже макеты научилась верстать. А скоро она уже на ноде будет писать. Это просто хайп. Это вот говорят, а потом одну хоть покажите, а уже все спиздили давно. Уже все деньги на построение такой нейронки давно вывели. Поэтому вот нет. Говорят, что курдает. Просто, Леша, ты не устал? У нас подкаст уже больше, чем у вас подкаст идет. Да, мне насрать вообще. Смотри, ему насрать. То есть они могут по три часа записывать, на самом деле? Да, спокойно. Блин. Плюс мы еще срезаем иногда. Срезаем. Они же там еще срезают. Слышал вот это их любимое слово? Срезаем. Что еще? Последнее. Давай. А в WordPress остался какой-нибудь в жизни? Не остался. Есть старые клиенты, которые просто вот надо сделать что-то на WordPress. Надо доработать что-то старое на WordPress. Надо быстро сделать сайт-каталог. Вот что ты будешь реакт разворачивать, чтобы сайт-каталог сделать? А это конкретно тебе 60 косарей просто прилипнет за неделю и все. Вот что, на реакте будешь писать? На самом деле, мне кажется, WordPress, он остался у нас в сердечке на всю жизнь. Знаешь почему? Потому что было какое-то... Когда вы были молоды. Был какой-то момент, когда мы работали фрилансерами, и WordPress это был основой инструмент, чтобы прийти, во-первых, познакомиться с людьми, познакомиться с их бизнесом. Просто представь, что ты ходишь по Челябинску, как по улице вот так ходишь, находишь каких-нибудь клиентов реально. Ну там через знакомых, не через знакомых. Узнаешь об их бизнесе каком-нибудь интересном, например, о спасалоне. Мужском. Вот. И делаешь им на WordPress сайт. Почему нет? То есть у тебя есть решение... Это теперь так называется. Да. Да. И тебе дают услуги, Кита. И это интересно. Это как бы... То есть он у нас в любом случае навсегда останется. Я детям буду рассказывать. Почему вы, кстати, вот, опять же, по поводу того, что вы знаете там английский, типа есть у вас образование, почему вы не фрилансите? Типа, это что здесь, типа? Почему вы не фрилансите? Да, потому что это надо себя заставлять. Я знаю вот, что белорусы, они больше, извините, что прививаю, больше бабок зарабатывают, чем в России, да. Потому что они не работают в большинстве своем на свой рынок, они работают там на американцев, на Европу. У них зарплаты там в два раза выше, то есть у них там типа три тысячи евро, четыре, спокойно они там зарабатывают. Вот моя практика показала, что зарабатывать деньги не программированием почти всегда интереснее, чем программирование. Программирование, это скучно. А зачем ты тогда это делаешь? Что еще раз? Ну, ты говоришь, что тебе неинтересно. Ну. А зачем ты это делаешь? Нет, в смысле, неинтересно именно вот это ставить как заработок денег. То есть мне нравится программировать, просто больше мне это хоть как-то получается. Надо заниматься хоть тем, что хоть как-то получается. То есть вот я бы... Ну, сколько у тебя планка? Ну и тем не менее. То есть, ну, есть люди, которые вот по... У Сережи Мезницева в крайнем выпуске был чувак. Сколько тебе? Тридцать четыре. Что ты хочешь делать? Ну, вот, наверное, за границу актером уехать. Какой за границу актером в тридцать четыре года? Все, чувак. Ты уже вот... Что вот ты уже научился к этому времени? Ты хотя бы с этого начни. И хотя бы это прокачивай. А он там какой-нибудь инженер условный, да? Который там... Ну, я не знаю. Да ну, просто любым дерьмом занимается. А он хочет быть актером за рубежом. Чтобы ты понимал, это вообще супериндустрия там за рубежом. И даже там, когда Сильвестер Сталлоне начинал хрен было пробиться. А сейчас это просто анекдот. Поэтому вот... А есть люди, которые до сих пор так думают, что вот, можно там что-то начать. Я не говорю о том, что не бывает истории успеха там и так далее. То есть, я верю в любые истории успеха и так далее. Но для того, чтобы тупо прокормить свою семью. Чтобы на операцию маме и папе хватило. Лучше заниматься тем, что у тебя хотя бы как-то получается. Для того, чтобы у тебя был какой-то стабильный доход и так далее. Поэтому да, программирование это прикольно. Но вот то, что Никита сказал. Когда ты ходишь и знакомишься. Вообще, как люди в мире зарабатывают деньги. Зачастую есть вещи, которые в разы интереснее, чем программирование. Это скучно. Ты каждый день приходишь... То есть, ты считаешь, что... Например, спасал он. Вот да, хотя бы. То есть, ты все-таки за практический, а не за романтический подход. Так это как раз романтический. Ну, нет. Украл, выпил, в тюрьму романтик. Ну, допустим, у тебя лучше получается работать в мужском спа-салоне. Но там платят меньше. Нет, нет, так. Сейчас пойдут, опять радужная нить вернусь. Это нет, не получается. В женском спа-салоне у тебя получается лучше работать. Но там платят меньше. Но тебе там нравится больше. А в программировании платят больше, но и у тебя там хоть как-то получается. Ты что выбираешь? Ты немного не понял. Я говорил про то, где больше, чем в программировании. Платят? Да. Я вот про это основываю. Металлургия, например. Реально? Я просто не в курсе. У вас в металлургии хорошо платят. Оно в смысле прямо, ну, имеется в виду не со связями, там, начальник цеха. А вот просто ты там после института пошел, сразу там соточку получил. Ты станешь начальником цеха, я надеюсь. Стать начальником цеха – это проще, чем выучить стрелочные функции. Нужно просто бухнуть с несколькими людьми и все. Так стрелочные функции так же изучаются. А, то есть нам бухнуть надо с тобой. Ты расскажешь мне. А, вот. Я думаю, почему никак... Биг ДжиЭс, я же говорил. Все, я все понял, да. Не, на самом деле, я думаю, что металлургии у нас получают... Ну, понятно, что там непонятно, кто, что, как. Но конкретно вот чуваки, которые занимаются супер вот этой хренью, именно их отрасль, которые там погрузились туда до свидос, они получают, да, большие бабки. Ну, по крайней мере, у нас в Челябинске. Ну, так у нас и тоже. То есть те, кто прямо вот то, что я говорил, там прошаренные темледы, у которых там по 40 человек подчинения или какие-нибудь архитекторы... Ты имеешь в виду... Они получают... Ну, во фронтенде. Да, да, да. Они там спокойно, не знаю, 300, там 350 могут получать. Ну, да, да, да. Ну, просто видишь... Не, ну, понятное дело, что, грубо говоря, потолок в программировании, мне кажется, он все равно ниже, чем в металлургии. Ну, да, да, потому что в металлургии ты можешь стать просто директором мира сразу, автоматически, потому что у тебя металлургия. А фронтенера ты всего лишь в офисе будешь сидеть, да. Просто потолок в программировании, опять же, он заканчивается там, где начинается твой потолок, когда ты просто долевой участник какого-то бизнеса. Ты становишься просто техническим директором. Просто важно... Ну, то есть принято считать, допустим, что фронтендеры – это чуваки, у которых вот есть компания, у них есть разные клиенты по всему миру, и они для них работают. А если ты уже становишься важным чуваком для какой-то крупной компании, тебя делают техническим директором, берут в долю, ты по-прежнему типа как тимлид тимлидов, ты просто раздаешь непосредственно отделам задачи, которыми они будут заниматься в соответствии с твоим стратегическим видением каким-то. И вот это, мне кажется, в 100 тысяч миллионов раз интереснее, когда у тебя реальные бабки живые в руках, вот ты в совете директоров сидишь, ты придумываешь, на что сколько миллионов вложить, и из-за того, что ты технически подкован, из-за того, что ты из программистов вырос, ты точно знаешь, сколько это что стоит, сколько как кому распределить, кто в какие сроки это может уложить, и вот таких грамотных чуваков их практически нету в нормальных компаниях крупных, типа там, я не знаю, Газпрома. А у них, опять же, конечно, тоже много чего на аутсорс уходит, они говорят, что они что-то сделали, потом там ничего не сделали на самом деле, но зато все все попилили. Ладно, мы далеко сейчас уйдем. Ну это Россия, тут нормально. Тут надо далеко уходить. Окей, что еще, пацаны? Что еще, пацаны? Будем ли мы переходить к нашим темам? Да, возможно, но я в туалет хочу. Ну давай попробуй, то есть ты все-таки сломался, да? Вот мы-то сидим так спокойно, я просто... А ты отходил куда-то? Не, я ссал в штаны там. Это хорошо, чтобы не журчало. Ну вообще, да, давайте тогда паузу небольшую, как обычно, по классике, а потом продолжим. А, можно же сказать, что у нас типа пауза на час, все-таки, ну блин, нихуя у них пауза на час. У нас на день пауза. Пишем обратно, и на самом деле надо было писать вот двумя минутами ранее, когда нам Леха рассказывал, что у нас есть вот Ленин в сквере в городе, и вот он не такой, как все остальные Ленины, которые у вас, говорит, у вас на памятниках, прорываются чуть-чуть, он-то уже намылил трактор. Кстати, у нас был один из вопросов, скажу потом. Так у вас, имелось в виду, в Челябе, а не... Да я понял, у нас просто кроме на площади разве есть еще один Ленин где-то? И реально есть Ленин, вот есть такой типа с рукой, который... Так, так. А есть Мавзолей, я говорил про Мавзолей. Ну я понял, что там другой, там с посмертной маски, настоящей, единственный искренний Ленин. Да. Который все ссут, я хочу просто напомнить. Будем ли мы смотреть наши темы богоподобные? Наверное, будем, да? Чуть-чуть. Мы можем голопом по Европам понятить. Давай, давай, давай. Ты так, такой, так, вот это типичная вообще работа типа радиотелевидения. Мы заранее договорились, что будем смотреть, это такой типа интригу. Будем ли мы смотреть? Да блин, мы все решили уже. Вдруг мы уже на самом деле устали максимально. Первая тема у нас какая? Честно только. Здесь Леша нам рассказывает про CSS pants. А под... Бля. Мне кажется, он даже не в курсе, что он это рассказывает. Не, я... А... Сейчас. Про CSS pants? Типа как штаны? Нет, pants. Ты просто друпнул первую тему, а я не ожидал. В общем... Да, мы же договорились. А может быть... А про что это вообще сайт? Ну, то есть... Про что это сайт, пацаны? Вот, вот, пришел человек. Короче, я просто потыкал этот сайтик. Так. И здесь много аллегорий на простейшие CSS правила. Типа написано float left, и свалился тут корабль. Ну, тут... Ну, тут... Ну, тут... Ну, тут... Прикольно. Нет, выглядит прикольно. Да, выглядит очень стильно. Мне даже больше понравился не только то, как здесь сверстано, но и вот эта кнопка сбоку, buy merch. То есть ты можешь, ну, не только это там репостнуть, но и сразу купить. Удобно? Вот так. Ну, ну и чё? Подожди, это ж в моем подкасте будет. Я тебе... Ну, мне кажется, прикольно, когда ты сразу такое что-то нарисовал, а потом сразу можешь и мальчику купить, там, и трусы, и чё. А почему ты поймёшь? Ну-ка, нажми. Нажмите, пожалуйста. А еще, кстати, прикольный поп-ап. Вообще вот он такой круглый. И, блин, а у вас есть какая-то трансляция вообще? Лагает до свидос. У нас есть запись экрана, конечно. А, ну вот. Не переживай. Просто, ну, мне кажется, это не стандартный поп-ап. В плане того, что обычно они все-таки какие-то прямоугольные или квадратные, а здесь такая круглая форма, и вообще... Ну, как-то прикольно сделано. Блин, можно на телефон себе чехол купить с этим гавномом. Ты нажми на крестик, там модная анимация. Ну-ка, нажми на крестик, модная анимация. Действительно модная. Действительно модная. Твой круг превращается в сплющенный элипс. Чему нас учит этот сайт, Алексей? Ну, на самом деле, он нас нихера не учит. Ой, как это? Я, кстати, тут за шквар увидел, что если ты... Блин, я даже не знаю. Там такой же баг, наверное, в Safari одинаковый. Да. Что бы у тебя что? Ты вот так делаешь, потом... Там есть, где он пропадает. Поп-ап, наоборот, не пропадает. То есть ты нажимаешь купить на одном слайде, потом типа перемещаешься на другой слайд, нажимаешь купить, и предыдущий не закрывается. У тебя типа... Не знаю, может, это, конечно, не баг, но... Чтоб ты понимал, у меня некоторые слайды просто пропадают. Поэтому как бы тут... Ну, у Сани Safari Beta Pisco 13. Нет, нет, это обычное. Это просто Safari. Мне показалось, он ничему не учит, он больше развлекает. То есть, во-первых, просто посмотреть, насколько стильно сам сайт сверстан. То есть, ну, люди реально запаривались. Вот эти вот кружочки, ты нажимаешь, он типа приплюснулся. Тут четкие анимации. Плюс каждая картинка, она прикольно сделана и с юмором и продумана. Я скажу, что минус стрелочки не работают. Сразу минус. Сразу сайт... А у меня работает. Минус в том, что они подходу под хром верстали. Да-ээ. А у меня работает? Стрелочки? Нет, да. Ладно, окей. Давай вот именно в таком формате мы и посмотрели новость. Нормально? Мне больше всего понравилось вот это, Border Dashed. Вот прям вообще прикольно. Типа такая шуточка. Ну, слушай, а мне следующее понравилось. Там, где президент Трамп, тогда с Мексикой граница 30 feet tall. Он это говорит? Не, я про предыдущую говорю. Мне Гарри Поттер понравилось. Кстати, стрелочки заработали. Походу, подгрузилось 15 миллионов мегабайт джаваскрипта. А вы знаете, что за курсор Crosshair? Ну, я вот никогда такой стиль не использовал. Перекрестие. Ну, это, видимо, крестие, да. Ну, слушай, это используют именно в выделениях. Я всегда пугал это слово. Ладно, давайте не про выделения. Да, не будем. Что следующее у нас, Александр? Покажите про нашу тему. А вы логотип React-то-то видели? Да насрать на него. Давай. А, всё, тема моя. Тема моя. Я также быстро расскажу. Вот вы можете быстро? Почему меня нельзя быстро? Освещал ли СССР высадку на Луну взгляд с обратной стороны Земли? Короче, тема на Geek Times. А так её же не было. Не было. Ну, это же всё монтаж. Следующая тема. На самом деле, смотри, что говорят. Вот знаешь, говорят, что курдыят, опять же. Курды? Да. А во-вторых, смотрите. Тема про Falcon Heavy, про Илона Маска. Или про Илона. У нас же, у нас же, по слухам, многие люди засрали. Что типа, чего там этот Илон Маск? Это же всё пиар-ход и так далее, и так далее, и так далее. Например, мы. Да. И, значит, и типа говорят, что, слушайте, а это не похоже ли, как будто у нас снова Советский Союз, да? И снова, короче, замалчивают вот это вот. Или наоборот обсирают, замалчивают то, что кто-то там американцы полетели на Луну, знаешь, у нас типа в СССР тоже замалчивали всё. И типа, мы знали только про то, что у нас есть Гагарин. Факт. Нет, ну слушай, здесь же никто не отрицает, что он реально отправил Falcon Heavy, что там реально была Тесла. И что реально, ну, он как бы достиг. Конечно, там третья ступень нормально не приземлилась зад-назад, но этого никто не... Просто говорят о том, что, собственно, мы это говорили, опять же, скриньте, ещё тысячу раз будут обсуждать, а мы это сто раз уже говорили, о том, что денег это стоит не так мало, как он говорит, а всё-таки дороже. Но некоторые статьи расходов он не учитывает, и поэтому он как бы об этом говорит триумфально, как о том, что это супердешёвые полёты, но по факту не такие уж и не дешёвые. Ну, а на самом деле, первое по поводу стоимости, вообще считается, что в космической отрасли не стоит считать стоимость, она всегда датируема, и, соответственно, главное это прогресс, который даётся, а уже деньги это вторично. Хорошо, Сатурн-9 сверхтяжёлый до этого, чем он был хуже, чем вот это? То, что две ступени возвращаются, но если их починить стоит и отчистить от звёздной пыли уже какой-нибудь, стоит дороже, чем поставить новую, то есть ли в этом какой-то смысл? Так, вроде у него ещё какой-то прогресс был, кроме того, что эти две херни... Ещё машина с музыкой ещё полетела. Вот это главный прогресс. Так он, типа, супертяжёлую хуйню поднял, разве Сатурн тоже была такая? Вот машину Тесла. Вот Сатурн-9 тоже супертяжёлую хуйню поднимает. И у них сейчас ещё BFR, типа Big Fucking Rocket или типа того, который делает именно НАСА, она тоже будет ещё тяжелее, чем Falcon Heavy, простите. Поэтому это всё, как бы, они друг друга пытаются перегнать. У него главная фича была именно в деньгах. Ну, то есть, может, я что-то не понял, но это исключено. Ну, на самом деле, я так не могу с тобой спорить, но ты немножко про другое говоришь. То есть, в статье-то было, что замалчиваются. И замалчиваются имеется в виду не... Не-не-не, суть в чём. Замалчивание у них, типа, сейчас, типа, у нас обсирание... Что по первому каналу не говорят либо обсирают. Да, у нас обсирают, да, а в СССР, типа, замалчивали. Это, типа, примерно равно, потому что, типа, когда ты, типа, обсираешь, ты якобы, типа, занижаешь, скажем так, ценность вот этого поступка, всё такое. И здесь, в этой статье, во всей, во всей, во всей, во всей, проведены цитаты. Чувак прям докопался очень сильно. Проведены цитаты, вырезки каких-то газет, журналов и так далее, что в СССР, на самом деле, не замалчивали то, что американцы полетели на Луну. Что даже в самых главных газетах, там, ведомости, хренедомости и так далее, так далее, везде писали, что да, да, действительно, чуваки полетели на Луну, и как бы это нормально. То есть, здесь он опровергает тот факт, что, на самом деле, в СССР все знали, что, типа, американцы полетели на Луну. Мне кажется, это хуйня какая-то коммунист какой-то писал. Не, ну стоп. Вот сколько я там родителей не спрашиваю, бабушек, дедушек, ни для кого не было секрет, что американцы полетели на Луну. То есть это никто не слушал радио свободы там где-то под одеялом ночью, пока никто не видит. Это было сообщено. Никто, когда джинсы через границу не перевозил в чемоданах, никто эту новость не передавал. Она как бы и так витала в воздухе. Просто все говорили о том, что вот мы сейчас поднажмем и лучше сможем. Ну окей, да, это как бы... Илон Маск поднажал, короче. Вот такая тема. Я не знаю, она осталась у нас открытой. Я хочу в комментариях докопаться до людей. У меня есть идея. Можно, знаете, как уделать Америку? Ну-ка. Можно Илону Маску русский паспорт дать. Вместе с Депардье? Да, и тогда типа русский соответственно всех поимел. И американцев тоже. Может он русский на самом деле? Мы же не знаем. Ну по... По работе, по отношению, по качеству... По трудолюбию, по воле. Типично русский. Типично русский человек, абсолютно. Вот такой человек мог только фашизм победить, согласись? Вот так говорит Сайя нам. Ну окей, продолжаем. Следующая тема. Следующая тема это что у нас? Ну-ка. Кулак это вам. Кулак. А у нас, между прочим, снова моя тема. Легко, легко. Сейчас две свои темы-то скажу, и нормально будет. Тема с ДТФ. И домой можно идти. Тема с ДТФ. И домой, сам дома. Я сижу с ДТФ.ру. Томский университет получил грант на изучение мифологии в контексте видеоигр на основе Ведьмака и Assassin's Creed. Сейчас быстро прочитал, никто ничего не понял. Короче, такая тема. Представляешь, в Томском университете знаешь, что сделали? Решили просто... Представляешь, есть Томский университет. Есть Томский университет. В Томске есть университет. И в нем зарабатывают деньги, знаешь, на чем? В нем зарабатывают деньги на том, что просто играют в игры, смотрят, какой там, типа, лор, типа, какая мифология в этой игре. Например, в Ведьмаке в каком-то, или в Assassin's Creed, не важно. И, короче, расследуют это, типа, как классно там все так построено. Это уже, знаешь, это нереальные события. Это не то, что было написано в книгах. Это не то, что было в истории условной, да? А это то, что просто сами придумывали разработчики. И как это влияет на чуваков, которые играют, и какая у них картина мира строится, и как они из этого вырастают, какими людьми, там, и так далее. То есть, как, типа, вот это реально как влияние музыки, там, влияние кино, я не знаю, а также влияние вот этой мифологии, которая... И радужная нить, следующий. Да, да. А, и на порно. Да, да, да. Как и порно влияет на людей, да. Как ты считаешь, вот, в принципе, стоит ли такую вещь, как вот игры, например, и мифология в играх, вообще рассматривать как серьезную? Вот реально, это вообще, может это влиять на человека? Или, в принципе, попер? Ну, я считаю, что это какая-то часть исследований, то есть, нельзя только брать игры. Потому что, ну, какая-то такая маленькая локальная часть, все-таки надо более глубоко исследовать, что на человека влияет и почему. Ну, игры это одна из... Ты имеешь в виду, что, допустим, он увидел, что убивают в играх, да, а это на самом деле... И у него что-то там сдвинулось в мозгу, а это, возможно, не из-за того, что убивают в играх только, а еще, допустим, воспитание у него было плохое. В садике его... Ну, точнее, просто, да, как люди относятся к... Сначала сделать общие какие-то исследования, как человек к убийству относится, как... Вот он просто к нему относится, как воспитание, как там среда влияет, а потом смотреть, как это уже изменяется в контексте игр. То есть, ты можешь, в принципе... База нужна, но, в принципе, если есть какая-то база и на основе нее сравнивать нормальное поведение в играх, это интересно, это же дальше будет, там всякий VR. Случайно не ты будешь в Томском университете преподавать теперь? Просто я... Ты очень уверенно отвечаешь на вопрос. Блин, классно, короче. Не, ну реально же интересно, как вот люди, там они увидят что-нибудь по VR, обосрутся, глаза откроют, а они прямо у себя в квартире обосрались. О, господи, почему Леша свой какой-то опыт нам рассказывает, я не знаю. Давай пойдем дальше. У нас что? У нас когда-то серьезные темы уже начнутся, кроме моих. Конечно. Ты же мне поможешь затащить эту тему? Это что-то я никогда не понял. Там сейчас про GitHub, которые задудосили очень сильно. А, тогда две темы мне надо помочь затащить. Но которые отразили все равно триумфальность, и на 10 минут упали. GitHub упал от додоса, правильно? Их додосили. GitHub самих. И они упали и поднялись. У меня один вопрос. Вы как думаете, кто додосил GitHub? Русский или американец? Я думаю, что... Знаешь, кто додосил? Короче, когда чуваку какого-нибудь попросили, а скинь свое портфолио на GitHub, он начал додосить. Представляешь, чтобы он упал. И нормально. Я думаю, это Клименко. Когда, помнишь, мы обсудили, что... Мы с тобой обсуждали, Никита, не знаю, выпусков 5-6 назад, про то, что, типа, есть GitHub-репозиторий, типа, российского стиля, там, герба и так далее. И мы жутко простебали, что там было два коммита, один, там, initial commit, а второй, там, пофиксили, там, какую-то пиксельку сбоку, там, и так далее. И мы засрали, что на самом деле нет никакого нормального, там, репозиторий и так далее. Вот они в тот момент тоже такие... Блин, никто не должен этого увидеть. Все, 1,35 терабит в секунду. Американцы были, они послушали ваш выпуск, узнали, что есть репозиторий российского герба, и поняли, что нельзя его показывать людям, иначе все прозреют. Нет, чтобы позвонить в GitHub и сказать, выпилите это. Там еще Suicide TXT лежит просто рядом, и все. Я просто, знаешь, хотел сейчас предмет... Кстати, я хотел по поводу GitHub, хотел порекламировать свой нот-модуль, но нот-модуль называется Нагибабель. Так. Это такая тема, которая работает на принсталле вашего приложения, и написана, на самом деле, на баше. Она выходит из папки нот-модуля и удаляет весь проект нахуй. И поэтому ты можешь ее поставить, и легко удалить свой проект. Очень удобно. Супер. Это в продолжение той статьи на хакернуни, где чувак карточки воровал с помощью NPM-пакета. Вот здесь с помощью NPM-пакета можно выпилить весь ваш странный проект, закоммитить это и отовсюду еще удалить просто. Погоди, это твой проект? Да. А почему ты нам не заплатил за повторную рекламу в подкасте? Мы же договорились только на фронт-энд юность, а не на эту херню. Я надеюсь, эту херню никто ставить не будет. Я просто хотел предметно спросить. Посмотри, дедосили гитхаб, это же надо какой канал иметь, чтобы прям по ним уебать, там сколько терабайтов, терабитов. Высокополосный? Да, какой высокополосный интернет нужно иметь? Или это так много людей дедосил? Или так много ботов? Очень много, тысячи различных автономных систем и десятков тысяч уникальных эндпоинтов. Это все нам Леша должен говорить, на самом деле, это его тема. Он пиво пил, спокойно сидел, так что все нормально. А кто знает, может быть у них в этот момент один дата-центр наебнулся, и вот они не выдержали нагрузку. Так они выдержали, все равно. Выдержали? Ну стоп, они 10 минут там что-то протелепались в полулегшем режиме, и нормально у них дальше все работало. Во-первых, это самая топовая атака по, ну рекорд, короче, установила эта атака по пиковой мощности. Так еще и все равно гитхаб не расплавился. То есть он как терминатор Т-1000 в лаве нет. А интересно, у них одни и те же сервера для платных и бесплатных аккаунтов. Мне кажется, было бы правильно все-таки разделять их. То есть, чтобы... Чтобы за додосили только бесплатно. Ну, додосят бесплатные, а платные чуваки нормально держатся. Это слова настоящего софтвера-архитектора. Уже в книжке пора читать и начинать, как бы да. Окей, что у нас еще есть? Это у нас разработки такие темы сегодня? Давай еще что-нибудь. Есть что-нибудь? А как так получилось, что у вас типа последние два или три выпуска жестко про джаваскрипт, а я пришел, ничего нет? Потому что ты с собой должен был принести, но ты не взял, походу. Тебе как завтрак в контейнер не собрали темы с джаваскриптом, а мы на это только и надеялись. Окей, дальше моя тема называется теория дряхлого ноутбука. И... У тебя-то дряхлый ноутбук. Вот нам, короче, чувак пишет о том, что именно нам, да, он писал Frontend Unity и ее веб-дизайн парный подкаст с париной. Вы прокомментируйте, пожалуйста, А куда он писал? В Нахабр. Ого. А он знал, что он... Бля. Я же предупредил заранее. Он наш 20-долларовый патрон, судя по всему, что только они знали. Так вот. И он пишет о том, что вот мы, конечно, ушлые с вами такие разработчики, но мы вот пишем на хорошем железе на работе. И забываем о том, что надо выкинуть наши макбуки, купить обычный Asus. Макбук Pro. Да. И Air. Да, у тебя Air. Вот. И нужно купить Asus или Lenovo обычные, потому что у обычных пользователей именно они и у всех у них лагает на самом деле наш код, который у нас идеально работает и надо об этом не забывать. Нам нужно типа ориентироваться на нищебродов? Типа того, да. К сожалению, именно они платежеспособные аудитории, как бы парадоксально это не было. Очень странно, знаешь что? Вопрос-то очень странный. Знаешь почему? Если ты работаешь в большой компании, там есть отдел тестирования, у которого есть разные девайсы, на которых он смотрит. Почему именно программист должен смотреть на своем макбуке, что-то там тестировать? Мне кажется, это больше на какой-то овер-инжиниринг похоже. То есть ты не должен думать о каких-то крайних случаях. Вот реально, ты делаешь свой код для стандартных случаев, отдаешь тестирование, тестер смотрит, если все ок, то потом это на продакшн выкатывается и пользователь, если у него какая-то проблема на слабом его железе, он присылает этот баг, ты его чинишь. Ты не должен думать о всех пользователях на слабых девайсах, не должен думать о плохом интернете в Монголии. Да твой сайт на вордпрессе, на русском, никакой, блядь, чувак из Монголии смотреть не будет. Но вот этот чувак думает, что будет, что надо все-таки. И он здесь пишет о том, что, вопросик, замытью, какое железо у вас на рабочем месте? Вот я ответил, что у меня выше среднего на рабочем месте. Вот у вас как? У меня ниже среднего. Это несмотря на то, что ты как раз тестировщик и должен тестировать. А вот, собственно, к тебе и спускают. Леша, сознавайся. У меня MacBook Air. Ты на своем, что ли, работаешь на рабочем? Это рабочий. А, то есть... А если его нет? Так, отлично. Уже хорошо. Вот такие вопросы изначально надо было задавать. Я тебе больше скажу. Есть такая еще проблема. Многие разработчики любят Ubuntu. Многие разработчики любят Mac'и. И, короче, многое, что сделано на Ubuntu, особенно бэкэндерская часть и многие всякие темы, все это потом вылазит на винде, я не шучу. Винда так говенно сделана моментами, что, ну, там выскакивают какие-то вещи, то есть ты делаешь что-то на Ubuntu, условно, допустим, формируешь какие-то документы, которые в какой-то кодировке выпуливаются, запускаешь их на винде, они там сразу абракадабры максимально вылазят, вылазят именно. И ты понимаешь, что да, на винде-то надо было тестировать реально. А, естественно, у клиента что? Windows, как бы, поэтому. Ты должен ориентироваться на клиента, а не ориентироваться на то, чтобы сделать свой продукт идеальным, потому что идеальным ты можешь его делать до бесконечности. Тебе, почему вы, капсуете в Далай Лайминг, просто, почему вы капсуете в подкасте, так ты, походу, заразился, братан, хотя мы с тобой даже не целовали. Ну, это вы. Так вот. Поцеловались, да. И я что хотел сказать, я просто сейчас вспомнил, я когда ваш 41 выпуск послушал, вот вы, ваша там дама, сказала, что, типа, на этом, на острие, говорит, и blading edge, вот bleeding edge, правильно говорить, все, конец. Я просто, я вспомнил сейчас. Ты просто топтал в пол нашу женщину, тебе не стыдно? Ну, слушай, все твои... Женщин в пол втоптывают. Все твои кенты, они поддержали ее в этом. Они прям проговаривали именно, они не один раз это было, они blading edge у них было, и я как бы думал, ну окей. Так может, это другое слово, blading edge, знаешь, вот blading edge. Ты у них спроси, как появишь какое-то слово. Blade Runner ты имеешь? Да, как Blade Runner, только blading edge. Еще с одним подкастом не восстановить уже отношения после этого всего. Следующая тема... Так у нас там чувак субмит говорит, что ты хочешь? Ну, субмит это да, это сильно. У нас чувак, знаешь, короче, на работе, вместо sign in, ну sign in, sign up, говорит cg in. То есть мы про всех фриков решим теперь поговорить, да? Я сейчас... Ну нет, ладно, я потом вспомню, есть много таких, да, произношений, а сторонний CSS небезопасен, оказывается. А мы такое ощущение, что мы в нашем подкасте обсуждали эту тему, может, я могу и вас ее рассказать? Ну ты расскажи, на CSS Live, я просто еще хотел прололировать, что у них сайт говно. Это говно? Он медленный, он тупит, и первый скролл почему-то скроллит их хедер, а не весь сайт, и это скролл джекинг полный, и меня это бесит. А тебя не бесит Safari пользоваться? Ты как бы пытаешься мертворожденным продуктом пользоваться? Нет, почему? Он уже батарею меньше разряжает. Банально. Заряди батарею. Так нет, если я сам серфю в интернете, то он мне больше нравится. А хром, вот только я его включаю, сразу кулера крутятся, все, забей. Можно выкидывать ноутбук сразу, нахрен. Это надо на прошке 15-дюймовой с двумя видеокартами хром запускать, тогда нормально будет. А в остальном случае лагает. Ну что, знаешь, что это тема? Если быстро посмотреть, тут вообще жесткое капитанство. Так как и весь CSS Live. Ну, типа, что тебе там могут картинку подгрузить со скриптом, который у тебя выполнится, какое-нибудь дерьмо потянется. Плюс сторонние скрипты, я так понимаю, могут подменять. Была... А, вот кейлогер, там типа была тема, что типа можно написать на CSS такой скрипт, который будет при каждом вводе символа в твой импут с паролем делать запрос на какую-то ручку. Типа отправил там... Ты а ввел, он а отправил, б б ввел. Вот. А потом по логам своего сервера ты можешь пароль найти. Это rocket science, да? Илон Маск... Что ты скажешь? Нет, Илон Маск. Да. Ну, в общем, вот так мы ее дропнули, но все-таки подняли ее с колен. Я так... Дропну, вроде, не с колен. Окей, что еще? То есть ты женщин на колени ставишь, а ты их дропаешь и поднимаешь. Да. Окей, у нас, по-моему, хакер Нун, между прочим. Хакер Нун, кстати говоря, нам завез тему про порно. Да? Нет. А, консоль. Ну, давай, консоль лог. Консоль лог чей? А что ты мне отдал? Микрофон? Забери обратно. Чтобы ты просто что-нибудь сказал. Короче говоря, нам Люк Клоустер спишет на хакер Нуне, что вообще-то в 2К18 дебажить через консоль лог это зашквар. Несмотря на то, что среди 1126 респондентов 82% сказали, что так они и делают. А про какой язык идет речь? Очевидно, что про JavaScript. Ну, конкретно Node.js говорит. То есть именно бэкэндовый. Хотя любой, на самом деле, потому что здесь он говорит про разные модули. Вот ты нас просвещал, Леха за кадром, по поводу того, что есть Node.inspector и это было раньше, а теперь это в ноде прямо в коробке. С какой версии начинает это в ноде в коробке? Опа! С шестой, по-моему. Ну, вот, видишь, как круто. Сейчас девятая, да? 9.3.0. Вот. Ну, с шестой, по-моему, под флагом, а, короче, где-то под флагом было. Под флагом. Короче, флаг, 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 знаешь? Я знаю о чем-то. А что смеешься? Просто под флагом, как ты под чем? Я под флагом. Все, конец истории. Как в Quake. Вот все-таки играл во что-то. Я же знал, что где-то можно будет заживое задеть. Так вот, и говорит он о том, это просто самое простое, что можно сделать. Вот это по дудю. У нас Blitz. Ты используешь консоль лог? Да. Я тоже. Поэтому... А тебе стыдно за это? Нет. А мне да? А мне нет, мне похоже. Ну, то есть, мне стыдно тогда, когда он реально не в том порядке отрабатывает, если код асинхронный. И я... Ну. На самом деле, я верю в то, что если научиться нормально дебажить с дебагингом и там на VS коде или вот на той спектре, это реально быстрее. Потому что ты в момент выполнения своего кода можешь везде, где нужно, просто расставить на всех... Брэкпоинты. Да, брэкпоинты на всех линиях, где ты хочешь посмотреть код. Или если где-то еще хочешь, просто выставляешь. Тебе не нужно тысячу этих консоль логов писать, потом их удалять, откатывать назад. Ты просто брэкпоинты расставляешь. Ну да, удалять это смешно. Потом, когда оно у тебя реально вылазит. Здесь в конце говорят о том, что есть логеры, типа Winston или LogLevel. Вот ты какой-нибудь использовал из них? Я просто в Node.js чатике, когда спрашивал про логер, мне один чувак посоветовал Winston, и 20 тысяч человек засрали его за то, что он посоветовал Winston. И после этого... Ну, Winston вроде самый популярный, но у нас вот вроде самописный. Самописный — это круто. Но вот LogLevel, я не знаю, что такое LogLevel, насколько он лучше, чем Winston. Но да, Winston, он много где используется, но почему-то сказали, что это уже зашквар теперь. Напишите в комментариях, если это зашквар. И здесь нам говорят о том, что, во-первых, есть в Chrome DevTools дебаггинг, прям Node.js встроен, под флагом, возможно, еще с какой-то... Нет, сейчас уже нет. Ну, слава богу. И в самом Node.js есть debug module, и я так понимаю, он нам тоже что-нибудь в консоли выводит и так далее. Поэтому только не через консоль — Log. А да. А ты вот подожди. Мы холиварных-то вопросов же не поднимали. Мы же про редактор кода спрашивали, не записывали тогда? Нет, а кто спрашивает? А, ну да. Я спрашивал, ты сказал Atom. Да-да-да, Atom. А там есть вот такая хреновая? Наверное, скорее всего, нет. Ну, Atom жутко тупящий. Даже если эту штуку использовать, то лучше, конечно... Тогда зачем ты его используешь? Ну, в моих кейсах он не тупящий, но в целом если у тебя слишком жирные проекты, то он может тупить. Ну, то есть у меня он не тупил, поэтому я его использую. Как только он начнет плохо себя вести, я сразу... А до Atom ты чем пользовался? Вимом. А, ты же говорил Вимом, да. Серьезно, все. Не, я просто к чему говорю? К тому, что... Я забыл, к чему. А, я когда-то давно... В S-коде есть. Мне надо было открыть... Да, что в S-коде это есть, да и не только там. Я уверен, что в WebStorm что-то... Что пудово есть в WebStorm. Что если... Я забыл, забыл, забыл. А, я как-то раз открывал JSON-файл весом 80 мегабайт. С этим справился только с U-blime. Потому что он его весь не держал в памяти. Я когда скроллировал... Да, у него не держание было. Я когда скроллировал до определенных кусков, он их подгружал, но благодаря этому был реально плавный скролл, и я мог работать. Мне нужно было как раз в Mongo импортировать гигантские коллекции с документами. Это в JSON-файле было, и мне надо было посмотреть, просто оценить, так сказать, какая там модель. И только Sublime с этим справился. Даже PHP Storm, у него там был типа 25, что ли, или 20 мегабайт порог, что после этого он просто говорит, я такое не открываю, я с этим не работаю. Вот Atom, он вообще, он просто никак не справился с той задачей. И поэтому у меня с тех пор к PHP Storm есть всегда этот Sublime в комплекте на всякий случай, если вдруг что. Notepad++, One Love. Я на самом деле Brackets все еще обновляю. Блин, я только хотел, я думаю тебе сказать, да Atom такой же зашква, как Brackets, но думаю, никто же не знает про Brackets. про него. У нас паблик был про Brackets, он все еще есть, и в нем там, знаешь, 100 тысяч предложенных новостей, если вы больше не ведете паблик, то че вы там это то. У нас был самый популярный паблик про Brackets, между прочим, в нем полторы тысячи людей. Между прочим, на Вики мы даже написали себя, на Вики Brackets, если ты зайдешь, то есть official VK group, это наш паблик про Brackets, между прочим. Так что да, да. А у вас есть страница на Вики, кстати? Про нас? Да. Это слишком было бы круто, мне кажется, или не знаю. Не задавали. Она скорее на Лукморье должна быть. Да, кстати, где-то в этом... Ты должен сейчас сказать, а про нас есть? Вот, типа такого что-нибудь. Но нет. По-моему, где-то на двочах я видел, короче, или не на двочах, или на чем. Если погуглить ее веб-дизайн, то ли на двочах, то ли на какой-то такой херне, есть, короче, чувак спрашивал, типа, есть ли какие-то, знаешь, типа, политические, какие-то политические, технические, какие-то, короче, то ли подкасты, то ли что-то, и там мы есть, типа, что мы как-то типа за Путина, короче, там есть именно вот такая тема, одна из тем каких-то, но это супер на двочах где-то в глубине, вот можно, если супер угуглиться, короче, то можно найти дерьмо. Хотите про политику, слушайте, фронтенд юность, мы за Навального топим. Ну вот типа того, да, вот, и там, короче, но там было про другое. Ладно, окей, это... А вы что, за Путина топите? Конечно, у нас же весь подкаст еще не почистил, что ли? У нас гимн еще, у нас же все отбивки, это гимн. А, кстати, гимн можно использовать? Мне кажется, можно. Чуть без авторских прав, просто захуярить. Да, конечно. Да там YouTube сразу тебе скажет, что это написал мэриконы какой-нибудь. Не у него мэриконы. Да, просто дабстеп-обработку гимна У нас ведь на подложке будет? На подложке. У нас ничего не будет. У нас будет тишина абсолютная и звук моего холодильника. У нас давным-давно же уже нет музыки на подложке. Причем, если сейчас, вот, я не знаю, насколько в итоге нормально микрофоны отстроим, потому что я их то убавлял, то прибавлял, потому что мы орали. И вот в идеале даже холодильника слышно быть не должно. Я надеюсь, что хотя бы нас слышно должно быть. Ладно, окей, что еще у нас есть по темам? Одна? Последняя? Все? Про порно? Блин, давай, Леш. Твоя. А я что-то не понял. Ты ее выучил наизусть. Да нет. Ты сидел же прям, ее зубрил. Я сидел, читал и не вдуплял. Ну давай хотя бы о чем там. Ну типа о том, что порно влияет на... У него гитхаб все еще запущена тема. Он даже не смотрит. Он даже не знает про что там. Он даже не открывал ее. Я дум, предположу, о чем могла бы быть та статья. Так, ну-ка давай. С Хакернуна, между прочим. Да, между прочим, с Хакернуна. И написал ее... Кто ее написал? The Mentalist. Короче, о том, что раньше люди, когда смотрели порно, или его вообще не было... Раньше это когда? Давно. Когда еще не было интернета? Да тут, блядь, не написано. А я буду докапываться, понимаешь? Ну. Тут написано, после many years написано. Many years ago. Так. И сколько это? Давно. Ты все правильно сказал. Давно. Не, ну сколько? Много лет назад. Ответь на свой вопрос. Но ты должен, нет, ты из контекста должен понять, ходили ли динозавры? Ну, я думаю, 20-30 примерно. Хорошо, окей. Я думаю, что тут имелось в виду, что раньше люди смотрели порно, и им было местами это противно, но по мере того, как они смотрят порно, у них меня... Обычное порно. Никаких, то есть без извращений, стандартные. Сначала обычное. У них меняется немного мировоззрение. Мировоззрение прям меняется? Ощущение порно. То есть они были сначала за Путина, потом стали за Навального? Да, и за Грудинина. Когда гей-порно начали смотреть. Да, сначала... Ну так, продолжай. Сначала, типа, люди любили Путина, смотрели нормальное порно. Потом стало это мало, они стали, типа, смотреть всякие анальные ласки. Ну, логично. И стали любить Навального. Но потом Навального им стало мало. И сейчас... От народа уже. они про народ начали смотреть. Да, они стали стать гейское порно, и уже, типа, ну, от народа и груди нет. Да, хорошо. В общем, кто-нибудь больше меня понял из этой статьи? И всё, что ли? Это маленькая. Погоди секунду, секунду, не-не-не-не. Мне хочется понять механику, то есть почему, когда ты смотришь всё больше и больше порно, да, то есть какой-то контент один и тот же потребляешь, он тебе как бы приедается? Тебе раздвигаются моральные устои, и из-за этого тебе хочется другого. А почему, когда мне противно, я просто не выключаю? То есть, или я, типа, должен обязательно смотреть? Потому что член всему голова. Тут, на самом деле, пишут про дофамин, что он перестаёт просто уже выделяться, это как героин. Ты начинаешь с определённой дозы, а потом ты её всё время увеличиваешь, 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 и, не дай бог, увеличишь в два раза. Сразу уедешь. Вот так и тут. Ты как бы начинаешь увеличивать, так сказать, дозу, а увеличиваешь, что я вот здесь пишу за счёт секса с животными и всяким другим дерьмом. Понимаешь? За счёт своего? За счёт какого секса с животными? Я просто, знаешь, хочу... А, походу, дело своего. Там... Поскольку... Мне нравится, как ты это очень уверенно сказал, потому что... Ну, потому что статья называется... Секс животными. Может изменить... Ваше сексуальное, наверное, да? Ваше, да. Вот. Это да. Это я уже на своём вопросе могу сказать. А как может вас, типа... Как может вас направить к новым сексуальным... Экспериментам, да, типа, видимо? Ну, типа, да. Какому-то experience. Блин, слушай, тема-то прикольная. То есть, то же самое. Тебе сначала, типа, не хватает... Точнее, сначала ты смотришь порно, тебе хватает вот этих дофаминов. Потом ты приелась. Ты смотришь жёстче, жёстче, жёстче. А потом ты выходишь, короче, на улицу, убиваешь людей. Так. Я тебя понял. Почему на IT-сайте это всё находится? Это мой вопрос, блядь. Тебе потом с тёлкой сложнее жить, короче говоря. Потому что ты от неё начинаешь требовать того, что ты уже смотрел. И тебе вот такую же найти, которая до этой же дозы дошла, уже очень сложно. И поэтому у тебя не ладится личная жизнь. Я тебя понял. Блин, чуваки, на самом деле, есть очень интересная рубрика, короче, на игровом сайте, на американском игровом сайте, по-моему, Катаку, по-моему, там. Там есть, короче, по субботам или по воскресеньям всегда посты, типа, доктор Нёрд Лав, или как-то так. И там просто именно для задротов объясняют, что на самом деле, девочки, это норм. На самом деле, надо там это. На самом деле на свидание надо пердеть и рыгать, как в подкасте, например. И так далее, и так далее, и так далее. Да, и это прикольная тема. Мне кажется, это нужно вводить уже в жизнь, да? У многих же... Да я согласен. Я, кстати, вот чего нам тут не хватало? Нам что-то тут чуть не хватало? Ну, давай. Я как-то смотрел лекцию Тесака, если помните такого замечательного персонажа. Я надеюсь, ты ничего лишнего не скажешь в нашем подкасте. Мы и так уже тут наговорили до этого, ну. Вот, и он как раз говорил, что не нужно смотреть порно, а нужно смотреть, ну, искать реальных женщин и, соответственно, сексом с ними заниматься. Потому что, когда ты в порно выбираешь там женщину, тебе потом в жизни, ты думаешь, что они все вот стрёмные, хочешь вот такую же там симпатичную по своим параметрам, а это не так. Как бы люди, они все не идеальны, и надо к этому проще относиться. А порно, оно, типа, тебе говорит... То есть у него какие-то здравые мысли были, да? Да, а порно говорит тебе, типа, о том, что ты можешь, типа, найти себе там именно по, ну, визуалу, это же тебе нравится, и я вперед. Но потом у него были курсы по пикаперству. Надо заканчивать, про Тесака говорит. Мне тоже нравится. Вообще надо заканчивать. Уже два часа. Леша вообще не привык к таким форматам, к таким масштабам. Поэтому я разверну ноутбук для всех, чтобы все видели, какая у нас обойка в этот раз. Для того, чтобы мы могли ее обсудить. Никогда до этого момента не дослушал. Вот, представь себе. Я просто повторю, что я никогда до этого момента не дослушал. Там, наверное, нихуя слышно не было. А, ну, сейчас было точно уже. Че ты, Леша, здесь видишь на этой картинке? Гавайи. Почему? Как ты опознал? Ну, типа, нормально построенный дом, это значит в Америке. Море значит Гавайи. Все логично. Я здесь, знаешь, понятно, что нам надо говорить приближенно к подкасту. Вот я здесь вижу наш, вот сегодняшний подкаст. Знаешь, почему? Три домика? Вот эти три домика, это мы, да. И как бы, как ты думаешь, какой из них Леша? Из этих трех. Мне кажется, серединный. Он как бы, понимаешь, перпендикулярно нашим стоит. Мы как бы с тобой про одно, а он про другое. А кто из вас тогда домик с трубой? Это у меня труба там нормальная стоит. Это же и антенка. Весь подкаст стоял. Антенка, да. Да. А где тогда, хорошо, наш подкаст это вода, да? Мы лили ее сегодня по полной. Мы на ней стоим, собственно. Вот. Ты ее лил как раз, когда отходил там. А горы, а горы. Это лофтблок. Они как твердыня просто, их не сдвинут. Вообще, поэтому я с тобой полностью. Ладно, мы и так весь подкаст Макеева вспоминали, поэтому уже нечего терять. А где Макеев-то? Мне кажется, он трусики снял, а там голый плывет. Вон там лодка пришвартованная стоит к моему домику. Это он. Да, да, да. Ну все, я думаю, на этой позитивной ноте мы будем прощаться. У нас был сегодня Леша с Frontend Юности. Если хотите, можете послушать его подкаст. Он даже нам не заплатил ни копейки. Я даже напалил его сегодня. Вообще шикарно. Поэтому все идеально. Да, Frontend Юности. Смотрите, они есть в SoundCloud. Я думаю, науглите легко, но мы, наверное, ссылку оставим на поцелок. Мулашик. Да, да. Ну и нас, наверное, тоже надо слушать. Я не могу с тул, каждый раз подо мной так... Ну я понял, что у вас была одна из мыслей, что, типа, ваш подкаст это вы, вы не делаете ничего для людей, и, типа, вам в принципе похуй, поэтому можно и не слушать вас. Ну да, можете не слушать, но лайки ставьте. И просмотры накручиваете. И донаты. Можете не слушать, да, донатите обязательно. Патреон, в каком случае, там нам сейчас принято замысить. Круче всего. Поэтому, да, подписывайтесь, увидимся уже через... Это, кстати, спешил был, кто не понял. Я даже не знаю, надо ли ему порядковый номер присваивать. Ой, а можно вопросик в конце? Мне кажется, да. А вы тоже считаете, что, типа, тема с Патреоном пиже, чем доната, потому что, типа, Патреон постоянный, и он позволяет тебе четче планировать развитие и траты, тогда как, ну, донат может больше захерачивать денег, но это не постоянно. И вот нам, например, в прошлом месяце вообще ничего не знали. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, Патреон это еще просто, как знаешь, такой элемент, типа, ну, не то, что геймификация, но, типа, это такая игровая штука, типа, ты что-то делаешь для людей, ты им обещаешь, что за два бакса, там, я не знаю, ты будешь каждый раз фотку свою из жопы выкладывать, условно. Вот, и тогда, типа, они ведутся на это. Хотя на самом деле мы не выкладываем ни одну фотку жопу еще, да, пока? Ну, мы геймифицировали, получается, и историю с донатами, то есть чуваки что-то пишут, мы им что-то отвечаем, там, что-то делаем. Ну, это вы гении просто. На самом деле, отвечаем за вопрос, что лучше, лучше, и то, и другое. Это первое. Второе, Патреон, это ты просто, у вас не сливались люди, которые, типа, мы такие, да, мы патроны, они второго числа становятся патронами, а списывают бабки первого, то есть они ничего не платят, и в конце месяца они не подтверждают свою оплату, когда очередное списание должно произойти, и ты такой, блин, вау, у нас 26 патронов, 10 просто, потому что 16 не подтвердили оплату, поэтому по поводу планировать, тут как бы тоже есть вопросы, это как любой подписочный сервис, чувак может в любой момент соскочить, он же тебе не обещал год целый как минимум подписываться и так далее, поэтому это прикольнее только с точки зрения того, что люди видят, что уже есть такие же, как они, им не стрёмно, когда ты донатишь, ты не знаешь, вдруг я один задонатил, это как-то тупо, ты такой, блин, ну вдруг я один задонатил, или там, а вдруг я задонатил 100 рублей, а все донатят по штуке, лучше тогда вообще не буду донатить, а здесь, ну вот до того, как мы скрыли, сколько у нас, каких патронов было, было видно, что вот есть там столько-то 20 долларов, столько-то 10 долларов, там и так далее, и чуваку не стрёмно, он участвует в этой игре, в одной большой, так сказать, у меня еще был какой-то вопрос, интересно, а, вы сами кому-нибудь донатите, я вспомнил, у меня, у меня есть подписка на Твиче постоянно, то есть я, вот я не отменяю, так как некоторые люди на Патреоне, у вас знаешь, некоторые люди, у нас опять же на Патреоне, они могут реально отменить там что-нибудь это, или сказать, что подписаны на Патреон, или сказать, что подписаны, да, вот есть такие ушлые пацаны, вот, а я прям, то есть я честно, один раз прикрепил карточку, и она у меня там постоянно снимает, 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 у меня даже бывает, что, короче, мне просто с Твича, то есть, на Твиче, просто Твич пишет, чувак, у тебя не хватает средств, и я, как бы, там, через несколько дней, условно, зарплату свою закидываю на карточку, и она снимает, то есть, как бы, да, я стараюсь вот на такую постоянную основу, я вообще все, я сейчас понял, что все вообще надо на постоянную основу переводить, там, что донаты, что оплату интернета и всего-всего, что просто у тебя бабки слетали с карточки, и нормально было, вот так. Так, а сам-то ты донатишь? Ну, и сам я доначу, да, если, и просто я, и просто донаты кидаю, то есть, я, в принципе, ну, если у меня есть деньги, естественно. Навальный ему донатил? Нет. А Путина? Нет. Нет. А Грудинину? Вот Грудинину, да, потому что от народа. Грудию прям донатил. Ладно, надо на этом заканчивать, тут Леша фотографирует без умолку, поэтому можно закончить так, чтобы он не успел сказать всем пока. Всем пока, спасибо, кто пришел, и увидимся уже в следующий раз. Покедусики. Пока. Покедусики.